Истину, я буду следовать канонам и законам холма и защищать их своей жизнью, и я всегда буду готова сражаться за славу господа и интересы холма, пока не умру. Сарт проверил ее веру, держа перед собой книгу каннона. Со спокойной душой Наташа выдержала испытание. Ее спросили нарушала ли она когда-нибудь свою рыцарскую клятву. Когда прозвучал отрицательный ответ, святой свет сиял так, словно к нему явился ангел. Ты набожна и решительна. Мягко сказал Сарт, храбрый и упрямый рыцарь, достойный быть властелином холма. Говоря это, он взял золотую корону, лежавшую рядом на красной бархатной подушке, и надел ее на голову Наташи. Настоящим я объявляю, что по милости господа Наташа Вайлетт станет королевой королевства холмы всех земель, связанных с ним, защитницей веры, графиней Вайлетт, лордом островов Белбис, лордом Солоха и Балтимора, герцогиней Мден, лордом самого славного меча рыцарей истины, самых великолепных рыцарей приговора и самых древних и почетных рыцарей святого креста. Наташа подняла голову с короны и взяла в руки символический меч истины, который сверкал, позволяя ему излучать острый блеск. Герцог Рекс, герцог Солифин, герцог Джеймс, герцог Рассел и все остальные дворяне упали на колени. Приветствую вас! Ваше Величество Открытие! Утро после дождя было особенно освежающим. Солнце еще не поднялось высоко, но было теплым и ласковым. Отборные лошади драконьей чешуи, излучавшие серебристо-серый блеск, позволили гордым рыцарям отправиться во дворец Никса, галлопируя так грациозно, словно танцевали. Позади них Наташа принимала дань от своих подданных с золотой короной и мечом истины, за ними следовали девять герцогов и другие низшие дворяне. После того, как они достигли дворца Никса, дворяне разошлись и направились в зал, где располагался парламент дворян, ожидая, когда королева проведет свое первое заседание. Наташа спокойно вернулась в дом королевы и включила круг божественной силы, блокирующий центр дворца Никса. Затем она сняла доспехи и с помощью камели двух служанок переоделась в черное придворное платье. Намекнув двум горничным, чтобы они уходили, Наташа наконец обнаружила легкое утомление. Это большое давление. Я не знаю, кто мои враги, кто мои друзья, а кто сторонники, которых я могу завоевать. Это место слишком странное и унылое по сравнению с Арваритом. Я даже не осмеливался говорить, когда круг божественной силы не был активирован. Критоний, сердце времени отвечает за безопасность дворца Никса и всего Рената. Было очевидно, что она не доверяет критонию. На самом деле тебе вовсе не обязательно наследовать трон. Холм гораздо сложнее, чем Арварит. Как аутсайдер, которому не хватает конкретной поддержки, ты легко можешь быть вовлечена в интриги и беспорядки. Камиль много чего наговорила, несмотря на свою обычную холодность. Независимо от того, склоняешься ли ты к конгрессу магии или церкви, или пытаешься уравновесить их, все это будет очень хлопотно. Наташа горько усмехнулась. Я это знаю. Даже если я буду сотрудничать с церковью, чтобы нанести удар по конгрессу магии, не обращая внимания на бабушку Хаттаву и королевскую семью холма, этого все равно может оказаться недостаточно, чтобы противостоять конгрессу. Они расширяются, чтобы поститься. Чтобы сдержать их, нам нужны и холм, и помощь Брианны, Калитте и Калле. Кроме того, это вызовет возражение и даже восстание либералов, которое может привести к разделу королевства, превратив холм в руины. Если я склонна к равновесию, церковь определенно будет настаивать на этом, и мне придется учитывать, что семья Вайлетт и мой отец находятся в местах, где церковь наиболее сильна. Почему ты сделала такой неразумный выбор, если так ясно это знала? Камиль обвинила ее. Наташа покачала головой и сказала безжалостно. Какое оправдание было у меня? Если я заявлю, что не желаю помогать церкви, это будет предательством веры, которой будет наказано святым городом, и семья Вайлетт будет ослаблена открыто и тайно. Поэтому, когда я услышала эту новость, я подумала, что когда-нибудь смогу поехать в холм, но не сейчас. Однако отец предложил мне приехать и закрыть сожаление матери. Поскольку я не могла найти оправдания, а в моем теле течет кровь Хофенберга, я могла бы взять на себя ответственность за холм. Я не желаю видеть гражданскую войну в холме, которая превратит любимый родной город моей матери в ад. Вот почему я здесь. Кроме того, я глубоко верующий человек, глава семьи Хофенбергов и графини Вайлетт. Церковь должна в какой-то степени уважать мою волю, как и прежде. Наташа, это было раньше. Если ситуация в холме дойдет до критического момента, церковь никогда не будет рассматривать то, что ты думаешь, а только попросит тебя принести жертву за господа. Камиль нашла план Наташи слишком идеальным. Наташа улыбнулась и твердо сказала. Если это совершенно против моей воли, я лучше пожертвую собой. Церковь не может вмешиваться в власть престола случайным образом. Это соглашение, которое обе стороны заключили перед Господом сотни лет назад. Если церковь нарушит его, они станут еретиками и вызовут враждебность всей знати. Камиль посмотрела на Наташу и помогла ей надеть ожерелье. Что ты собираешься делать? Кем ты хочешь, чтобы стал холм? Каково твое будущее направление? Ну, я пока не знаю. Я не могу сейчас принять решение. Наташа была более или менее смущена. Камиль серьезно посмотрела на нее. Тогда тебе лучше разобраться с этим побыстрее. Склоняешься ли ты к Конгрессу магии или церкви, или поддерживаешь равновесие, ты должны принять решение в ближайшее время. Это единственный способ подготовиться заранее. Она имела в виду герцогство Эрварит. Я все понимаю. Принципы моего правления должны быть вскоре установлены, чтобы издавать законы и устранять оппозицию. Однако для этого необходимо гораздо более глубокое понимание ситуации в холме. Теперь ясно только одно. Даже самый либеральный дворянин не желает быть устраненным церковью, и даже самый консервативный дворянин не хотел бы вернуться к доминированию королевской власти, как было сотни лет назад. То есть, не принимая во внимание таких людей, как Гордон, которые полностью преданы церкви. Поэтому я должна попытаться сохранить равновесие на некоторое время. Затем она повернулась и посмотрела в зеркало. Прикоснувшись к эмблеме семьи Хофенбергов, она сказала себе, «Перед этим мне нужно выяснить свою веру. Что такое Господь для меня в моем сердце? Каковы отношения между Господом и Церковью? Только видя себя насквозь, я могу строить планы на будущее, подниматься на восьмой уровень и обнажать меч истины. Кроме того, трудно сказать, что думает и хочет великий кардинал Сарт. Она не сказала ни великому князю, ни Камиль о том, что ее вера пошатнулась. Кроме Люсиина, только Фернандо кое-что угадал из проекции горного рая, которую вызвал Франциск. Ладно, пора идти в парламент знати. Камиль открыл ворота. Наташа снова посмотрела в зеркало. Когда она увидела страх и печаль прекрасной пурпурноволосой девушки внутри, она внезапно подумала о чем-то другом. После того, как я стану королевой холма, я не смогу пойти в волшебную башню, чтобы навестить бабушку Хатауи, или проверить ее уникальную волшебную башню Институт Атома, о котором так много упоминали ваэлта. Каждый мой шаг будет истолкован злобными дворянами. Если я сделаю эти две вещи, это будет признаком того, что я склоняюсь к Конгрессу магии. Они не могут навестить меня под присмотром Критания, хотя мы ближе друг к другу, на самом деле мы дальше друг от друга. Я надеюсь, что его новый алгоритм шифрования сможет защитить нашу связь. В зале дворянского парламента Наташа стояла на трибуне и снова принимала дворянские подношения. Потом она сказала лаконично. Теперь я собираюсь сообщить о двух вещах. Во-первых, вся страна будет целый месяц оплакивать моего деда и дядю. Тем временем заседания в парламенте знати будут приостановлены, и мне будут предложены все необходимые распоряжения и стратегии. Теперь, когда и король, и принц были призваны Господом, со стороны Наташи было разумно предложить такую просьбу. Поэтому никто из знати не возражал. Во-вторых, в свете того, что я еще мало знаю о делах королевства и основываясь на моем доверии к политике, которую выпустили мой дед и мой дядя, если только не произойдет какого-либо неожиданного и беспрецедентного события, я не одобрю ни одного предложения, которое изменило бы текущую политику или министров в ближайшие шесть месяцев. Пожалуйста, внесите свой вклад в процветание королевства, как и прежде. Ну и что же, в шоке воскликнули дворяне. Рекс встал и возразил. Ваше Величество, в королевстве есть много проблем, которые нужно решить вовремя. Не слишком ли экстремально, что никакие предложения не будут одобрены? До моего приезда королевство процветало благодаря политике и усилиям министров. Неужели они больше не применимы только потому, что я здесь? Превратятся ли они из полезных в ядовитые всего за шесть месяцев? Выпрямившись, решительно спросила Наташа в ответ. Нет, дворяне, привыкшие к старому королю Филтесу и слабому принцу Патрику, внезапно почувствовали сильное давление. Нет, это не то, что я имею в виду. Я только подразумеваю, что они могут не отражать текущую ситуацию. Рекс защищался. Он не хотел, чтобы его считали человеком, оклеветавшим покойного короля. Граф Хинсон, как министр финансов, почувствовал облегчение. Теперь его пост казался безопасным. Поэтому он встал и поспорил с Рексом. Ее Величество ясно дала понять, что, если случится что-нибудь непредвиденное, скажем, некий министр окажется виновным в преступлении, то она непременно заменит его. Но до тех пор продолжение прежней политики и кадровый состав помогут королевству пережить шок, вызванный кончиной короля и принца. Я согласен с этим предложением. В прошлом победители более или менее сожалели о том, что не могут заработать больше, но они могли жить с этим, поскольку их интересы не подвергались опасности. Поэтому и консерваторы, и либералы поддержали его. Как мог кто-то в парламенте знать и не быть победителем в прошлом. Еще одна вещь. Я завещаю поместье о имуществе десяти рыцарям, которые пришли со мной из сокровищницы королевской семьи. Если не будет возражений, эта встреча будет закончена. Давайте готовиться к похоронам. Наташа посмотрела на дворян. Те не имели права комментировать, как расходуются деньги королевской семьи. Поэтому они встали и попрощались с королевой. Когда они вышли, Камиль внимательно посмотрела на Наташу. Молодец. Со стороны великого князя было излишне просить меня присматривать за тобой. Она считала, что Наташа хорошо подготовилась к роли графини Вайлетт за последние десять лет. Наташа улыбнулась, глядя на сад впереди. В новых альтернативных измерениях имеется обильное население и материальные ресурсы. Они будут в центре внимания церкви и конгресса. Поэтому я следовала советам и ничего не буду делать не разобравшись. Но она не упомянула о другом фокусе конгресса тайнах деления и слияния, над которыми Фернанда и Хаттай работали на легендарных магических моделях, предоставленных Люсиином, включая вечное пламя. Люсиин не мог объяснить феномен эксперимента, поскольку он был основан на открытии и исследовании таких частиц, как нейтроны. Поэтому он просто приписал их эльтерне, утверждая, что он построил модели силой Серебряной Луны и обратной связью с миром. В результате два великих арканиста были вынуждены полностью посвятить себя исследованиям. Но, конечно, поскольку существовали магические модели, это было намного проще, чем бесцельные исследования. В Аллине Люсиин вступил в Институт Атома. После того, как Фернанда подтвердил существование ядра, выдувая золотую фольгу с частицами водорода, а Люсиин нашел нейтроны, выдувая азот с теми же частицами, установив свою собственную систему алхимии, маги-стихии сошли с ума, как и маги других школ. Все больше и больше арканистов начали взрывать странные вещи частицами, надеясь что-то найти. Поэтому Люсиин видел еще несколько подобных магических кругов и алхимических устройств в Институте Атома, таких как электромагнитный циклотрон, который он изобрел. «Хозяин, ты вернулся? Мы надеялись найти тебя!» Воскликнули Катрина и Лирия в восторге. Что случилось? Судя по их лицам, Люсиин мог сказать, что что-то хорошее. «Мастер, мы обнаружили необычное явление, когда проводили эксперименты при низких температурах. Когда температура металла понижается до определенного уровня, их электрическое сопротивление исчезает» — гипотезы учеников. Сверхпроводимость почти выпалил Люсиин. Раньше, когда он просил Джерома, Анник, Катрину и Лирию провести эксперименты по изменению природы различных материалов при низких температурах, Лирия в основном имела в виду создание вакуума с помощью угля. Он не ожидал, что они вообще откроют сверхпроводимость, потому что гелий еще не был найден, и не было никакого способа приблизиться к абсолютному нулю. Позже он был так занят другими делами, что забыл об их задаче. После того, как Джером продвинулся до среднего ранга и получил свое кольцо короны холма, он подал заявление Люсиину и изменил фокус своих исследований на рентгеновские лучи. Итак, его предыдущие проекты были отданы Катрине и Лирии. Однако Люсиин просто рассматривал его как потенциальное дополнение, и он попросил двух девушек сосредоточиться на новой алхимии, а именно на частицах в элементарном поле. Он не ожидал, что сегодня его ждет такой приятный сюрприз. Сдерживая эмоции, Люсиин удивленно спросил. Электрическое сопротивление исчезло? Сверхпроводимость, какое красивое существительное! Люсиин не мог не думать о технологии магнитной подушки, Большом коллайдере частиц надежды укрепить свою электромагнитную пушку и управляемом термоядерном синтезе, сдерживаемом магнетизмом. Если будет достигнуто управляемое слияние, источник энергии Аллина будет улучшен. Подобные небесные города больше не будут сдерживаться энергией. У легендарных чародеев будет еще один стандартный предмет-город, парящий в голубом небе. Ну, может быть, я назову его Солнечный колодец или Вечная печь, или, может быть, энергетическое ядро Эванса? Люций начнулся от своих фантазий, услышав восторженный голос Лирии. Да, она не исчезает постепенно, а внезапно исчезает, когда температура понижается до определенного места. Какие материалы вы использовали? Какова была температура? Люсиин начал спрашивать более осторожно. Анник, Хайди, Спринт, Джером и другие люди тоже подошли поближе. Две девушки были явно вне себя от радости с тех пор, как несколько дней назад получили результаты, но они ничего не сказали своим партнерам, так что другие студенты уже были полны любопытства. Мастер, поскольку гелий, который вы обнаружили, понизил минимально возможную температуру, мы снова заинтересовались экспериментом и попробовали много материалов в свободное время. Полмесяца назад, когда мы изучали ртуть при низких температурах, мы обнаружили, что ее электрическое сопротивление внезапно исчезло, когда температура была понижена до 4,2 градуса от абсолютного нуля. Позже мы попробовали другие металлы, такие как свинец, и достигли того же результата, за исключением того, что температура была другой. Да, я и не догадывалась, что электрическое сопротивление может исчезнуть. Лирия до сих пор не могла поверить в свое открытие. Люсиин внимательно выслушал их и попросил повторить эксперимент. Постепенно он освободился и от прежнего экстаза. Сверхпроводимость прямо сейчас все еще основывалась на материалах с чрезвычайно низкой температурой, что означало, что это было крайне непрактично. Несмотря на помощь магии, ее было бы трудно применить в реальности. Например, если бы Люсиин увеличил мощность своей магии электромагнитного оружия с помощью сверхсильного магнитного поля, вызванного сверхпроводимостью, ему пришлось бы не только объединить в нем подобные структуры, но и расплавить детали в хлысте снежной богини, где можно было бы создать низкую температуру. Этого будет ужасно трудно достичь. Люсиин прикинул, что это был по меньшей мере легендарный уровень. По той же логике, чтобы достичь управляемого слияния, нужно было подняться до уровня серебряной луны Альтерны. Кроме того, соответствующие файлы в его духовной библиотеке еще не были открыты, так что предстоял еще долгий путь в исследовании сверхпроводимости. После обоснования своего когнитивного мира Люсиин уже мог читать файлы по специальной теории относительности в библиотеке духов, часть из них по общей теории относительности, а часть по квантовой теории, но более продвинутые и подробные файлы все еще были заблокированы. Люсиин одобрительно кивнул, глядя на демонстрацию девушек. Знаете ли вы ценность ваших исследований? Это означает, что вы выиграете серебряную медаль луны. Маги из фракции электромагнетизма будут безумно рады. Джером и остальные ахнули, не ожидая, что Катрина или Ирия смогут выиграть серебряную медаль луны. Спринт Хайди и Анник, напротив, были весьма расстроены. Они считали, что Джером заслужил награду в виде холмской короны, которая была наградой за его преданность и настойчивость. Когда этот человек стал колдуном, они еще даже не знали, что такое магия, так что завидовать было нечему. Однако теперь, когда некоторые из их одноклассников собирались завоевать высшую награду в области электромагнетизма, они чувствовали себя не лучшим образом. Катрина или Ирия покраснели и от волнения не могли вымолвить ни слова. Наконец Катрина произнесла. Учитель, мы знали, что исследование было очень ценным, но мы не ожидали, что мы будем награждены за это. Вот наша работа. Не могли бы вы посмотреть ее на ошибки в расчетах? И если все в порядке, подписать ее? Это был проект Института Атома. Люсиин не мог нарушить правила. Он просмотрел бумагу, проверил данные и подписал свое имя, прежде чем вернуть ее девушкам и сказал. Вы также должны подписать свои имена. Как маги второго круга, вы имеете право разделить эту честь. Люсиин улыбнулся Катрине или Ирие, чьи руки дрожали. Вы ждете, что я вернусь, прежде чем вы опубликуете его? Конечно, это ваше исследование. Вы, несомненно, ведущий автор. Кроме того, похвала от вас для нас более волнительна, чем серебряная медаль Луны, радостно воскликнула Лирия. Люсиин усмехнулся в хорошем настроении. Подайте его позже в административный отдел колдунов. Тем не менее, не расслабляйтесь на последующих исследованиях. Вы должны попытаться найти материалы со сверхпроводимостью при нормальной температуре. Да, вам тоже нужно работать с частицами. Не отклоняйтесь от выбранного пути. Ясно. Девочки отвечали с высоко поднятыми головами, по-видимому, вне себя от радости. Внезапно Катрина подумала о чем-то другом и спросила. Учитель, когда мы открыли сверхпроводимость, в нашем когнитивном мире появилась очень неполная модель. Она была еще более неполной, чем описанная вами обратная связь. Абсолютно невозможно завершить модель. Почему это так? Конечно, оно не полное. Вы выяснили природу сверхпроводимости и поняли, почему она возникает только при низкой температуре. Люсиен с улыбкой похлопал их по плечу. Если вы не можете завершить его сейчас, вы можете улучшить другие электромагнитные магии, основанные на нем, чтобы улучшить их силу или снизить их трудности. Лирия поспешила спросить. Учитель, мы можем задать вам вопросы об улучшении магии? У нас нет никакого опыта в этом деле. Хотя они изучали основы в школе, они работали в институте атома с момента окончания школы и никогда не нуждались в улучшении какой-либо магии. Поэтому они подсознательно просили помощи у своего учителя. Я ваш учитель. Вы можете задавать мне любые вопросы. Люсиен кивнул. Кроме того, его весьма заинтересовала их неполная модель, и он надеялся с ее помощью повысить мощность своей электромагнитной пушки. Получив утвердительный ответ от своего учителя, Катрина и Лирия радостно отправились в административный отдел колдунов. Люсиен, напротив, оглянулся на Анник, Спринт, Хайде и Челли. Чувствуя их сложные чувства, он спросил с улыбкой. Завидно, да? Словно ужаленный в спину, Спринт вдруг выпрямился и поднял голову. Я определенно заслужу самые высокие почести в различных областях, как и вы, мастер. Ну, я действительно немного ревную. Я собираюсь преподать им урок сегодня вечером. Они так долго скрывали это от меня. Хайде призналась довольно откровенно. Она попыталась скрыть свои истинные чувства шуткой, но ее улыбка все еще была довольно неловкой. Анник почесал в затылке. Немного. Однако я вполне удовлетворен своими исследованиями о частицах. По словам мистера Лазара, мистера Джерома и мистера Рока, этот мир полон сокровищ, и от моих усилий зависит, найду я что-нибудь или нет. Я верю, что в будущем чего-то добьюсь. В присутствии Люсиена и его товарищей по Институту Атома он был лишь немного разговорчивее. Я завидую им, но мои исследования по этому вопросу все еще поверхностны. Это совершенно нормально, что Катрина опередила меня. Челли, которая приехала год спустя, отнеслась к этому довольно спокойно, но ее, похоже, беспокоили другие проблемы. Люсиен видел это, но не спрашивал. Он просто сказал. Я только что вернулся из другого измерения. Кто может рассказать мне о последних исследованиях по тайнам и магии за последние два месяца? Джером ответил. После того, как ваша новая алхимия была опубликована, все колдуны в Конгрессе магии сошли с ума. Это как прикоснуться к полю Творца. Поэтому, независимо от их фракции, пока они знали часть элементарной магии, они все работали над вашей новой алхимией и частицами, даже включая арканистов, которые отличились достижениями в своих областях. С другой стороны, война между теорией частиц и волновой теорией вступила в кризис. Первая не может объяснить квант света, а вторая – классический двухщелевый эксперимент. Хи-хи. Маги обеих фракций проводят соответствующие исследования, надеясь победить врага. Хиди покачала головой, глядя на упрямых сторонников волновой теории. Однако подтверждение квантовой гипотезы света не могло полностью опровергнуть волновую теорию, поскольку многие явления все еще оставались необъяснимыми. Эти колдуны, переживая свою панику, снова использовали классические эксперименты в качестве своего оружия. С другой стороны, сторонники корпускулярной теории сделали отрадное возвращение и теперь были наравне со сторонниками волновой теории. Согласно журналам за последние два месяца, многие арканисты пытались объяснить эксперимент Дугласа с точки зрения волновой теории. Люсиен кивнул в ответ. Он планировал написать статью, которая скопировала бы трансформацию Лоренца, чтобы объяснить опыт Дугласа, чтобы его учитель мог мысленно подготовиться к специальной теории относительности, которую он собирался представить своему учителю позже. Ладно, я в основном все понял. И вам незачем завидовать девочкам. Они заслужили эту честь, потому что упорствовали в экспериментах над материалами при сверхнизких температурах. С другой стороны, вы сталкиваетесь с безграничным миром частиц, в котором заключены бесконечные тайны. То, что вы можете получить, зависит исключительно от вас самих. Еще есть вопросы? Если нет, я пойду в Рентата. Анник и Спринт подняли руки, когда другие покачали головами. Господин, у меня есть один вопрос, в чем дело? Люсиен поднял бровь. Анник и Спринт посмотрели друг на друга и смело спросили. Мастер, теоретически говоря, ваш циклотрон должен бесконечно увеличивать энергию частиц до тех пор, пока пространство достаточно велико, но почему циклы частиц изменялись и в конце концов отрывались от поля ускорения циклотрона? Должны ли циклы касаться только электрического заряда, массы и напряженности магнитного поля? Ни один из факторов не изменился, и частицы только ускорились. Люсиен нахмурился. Он не мог сказать им, что это был релятивистский эффект, верно? Чем быстрее объект, тем больше его масса. В физике преобразования Лоренца представляют собой однопараметрическое семейство линейных преобразований из системы координат в пространстве времени в другую систему координат, движущуюся с постоянной скоростью, параметром, относительно первой внутри и снаружи дома. Задумавшись на мгновение, Люсиен спросил. По мере того, как скорость и энергия частиц улучшаются, радиус их движения будет соответственно расти. Однако мощность циклотрона ограничена. Для того чтобы пробить границу, вам придется либо расширить емкость с помощью космической магии, либо построить особо огромный циклотрон, установив радиус в 10 километров. Если они еще не поняли, в чем дело, Люсиен намеревался одурачить их этим предлогом. Мастер, мы не это имели в виду, поспешно сказал Спринт, основываясь на характеристиках циклотрона в институте, мы рассчитали теоретическую энергию частиц, которую мы можем достичь, но она сильно отличалась от реальности. Частицы отклонялись от поля ускорения намного раньше, чем оно было ускорено до этого уровня. Было очевидно, что орбиты и частота изменения электрического поля находятся в конфликте, что было странно. Согласно информации от Анник, орбиты должны быть связаны только с электрическим зарядом, массой и напряженностью магнитного поля. Так как же так? Анник добавил. Мы намеревались отрегулировать частоту изменения электрического поля, приспособиться к изменениям орбит, чтобы энергия частиц могла быть улучшена. Однако нам не хватало соответствующих знаний для расчета новых орбит. Итак, мы надеемся, что мастер расскажет нам, открыли ли вы это явление, когда изобрели циклотрон, и сможете ли вы указать на источник нашей проблемы. Похоже, они действительно нашли ее. Люсиин мягко кивнул. Анник, ты очень предусмотрительный человек. Теперь, когда вы осмелились поднять этот вопрос, для меня это признак, что вы нашли реальное явление, которое было многократно проверено. Однако я был вынужден войти в альтернативное измерение после того, как изобрел циклотрон, и я не проводил никаких экспериментов с ним. Я пока не могу придумать никакого объяснения. Поэтому мы должны работать над этой проблемой вместе. Формулы, касающиеся движения частиц в магнитном и электрическом полях, кажутся правильными. Они были доказаны и на ранней стадии. Итак, нам нужно выяснить, какие именно факторы вызвали эту проблему. Скорость была очень высокой, перебила его Хайди. Она много слышала об этой проблеме от Анник и Спринта. Спринт подумал и сказал. Энергия была улучшена, и радиус движения стал больше. Люсиин замахал руками. Суть последнего заключается в увеличении скорости. Принимая во внимание различные условия двух фаз-эксперимента, можно ли предположить, что формулы больше не применимы, или что другие характеристики частиц, такие как электрический заряд и масса, изменятся с увеличением скорости или энергии? Люсиин уже сдерживал свое удивление. Он намеревался привлечь внимание арканистов, чтобы впоследствии они были морально подготовлены к специальной теории относительности. Хе-хе, как это возможно? Чем быстрее и чем больше масса, тем больше будет электрический заряд. Хайди поморщилась. Как могло увеличение скорости изменить массу, природное свойство объекта? Спринт и Анник выглядели также растеряно. Они считали, что часть энергии преобразуется в электричество в высокоэнергетическом состоянии. Для них, даже если формулы не были применимы в высокоскоростном состоянии, они стоили изучения больше, чем шутка о том, что масса увеличилась. До конца месяца еще есть время. Вы будете работать над вопросом и писать статью. Я попрошу мистера Драммонда опубликовать его в Аркане. Люсиин закончил тему и спросил об исследованиях Джерома и других. Но прошло всего два месяца. Открытие сверхпроводимости и релятивистского эффекта уже произвело впечатление на Институт Атома. Естественно, никаких значительных прорывов в других экспериментах сделано не было, хотя Джером копался в природе использования рентгеновских лучей, обнаружив, что это может быть хроническим проклятием, если увеличить мощность. Осмотрев атомное заведение, Люсиин вернулся в Рентата на волшебном паровозе, ожидая вечера. Высокого, сильного, золотоволосого и красивого Джона замечали даже служанки, когда он патрулировал дворец Никса. Джон, твое время истекло. Мне пора патрулировать, когда наступила ночь, на смену Джону пришел Финг. Наташа разместила рыцарей, которые следовали за ней в холм, в разных ключевых местах дворца Никса. Теперь твоя очередь наблюдать за комнатой для допросов во дворце Никса. Не увлекайтесь красивыми девушками холма. Даже не думайте об этом. Джон с улыбкой похлопал Финга по плечу. Ты думаешь, я такой же, как ты. Хорошо, я привезу свою семью на виллу и сначала устрою их. Джон нашел Джоэла, Эльзу и Элвина в одной из комнат дворца Никса. В сопровождении горничной они вчетвером отправились на виллу, которую им предложила Наташа. Архитектурный стиль, винтажный и изящный, явно отличающийся от Аэлта. Джоэл наблюдал за виллой своей семьи в прекрасном настроении, не расстроенной разлукой с родиной. Он был слишком сосредоточен на том, чтобы оценить экзотический ландшафт чужой страны. Не будучи художником, как Джоэл, Эльза наблюдала за окружающей обстановкой и удовлетворенно сказала. Как и ожидалось от виллы, предоставленной королевской семьей, это намного лучше, чем наш дом. Пройдя через цветущий сад и дойдя до калитки, служанка довольно робко достала бронзовый ключ и открыла калитку. Затем она умело нажала на стену. После того, как трещина в зале озарилась светом, кристаллы ярким блеском разогнали тьму. Это зрелище глубоко поразило Джоэла, Эльзу и всех остальных. Их собственный зал был таким же ярким, как день великолепным и ослепительным, как ночной горный рай в Канноне. Заметив их потрясение, горничная гордо сказала. Господин барон, это хрустальные электрические лампы, которые можно увидеть только в холме. Они приводятся в действие электрическим током, идущим от реки вдалеке. Пользоваться ими очень просто. Все, что вам нужно сделать, это нажать на выключатель. Как горничная королевской семьи, она представляла интересы королевы. Поэтому она не могла называть их волшебными огнями, как это делали обычные люди, а должна была называть их формальным обозначением. Указывая на ряд выключателей рядом с воротами, служанка показала вновь прибывшим, как ими пользоваться. Хрустальные лампы зажигались одна за другой, и казалось, что на вилле ослепительно сверкают звезды. Джон, Джоэл, Эльза и Элвин были так ослеплены, что им показалось, будто это сон. «Невероятно. Я уже влюбляюсь в это место». Элвина, который уже давно стал взрослым, накрыла любопытство как в молодости. Он думал, как будет хвастаться этим перед друзьями, когда вернется. Горничная провела их в холл. Указывая на бар возле столовой, она сказала. Оранжевую стену тоже можно открыть. Нижняя часть предназначена для хранения вина и еды, в то время как верхняя полка создает лед. Если вы положите лед в вино, то насладитесь неповторимым вкусом и забудете о летней жаре. Разговаривая, она открыла волшебный холодильник, встроенный в стену. В подвале виллы есть винный погреб. Они оба питаются от электричества. Обычные люди тоже могут свободно ими пользоваться. Она разговаривала с Джоэлом и Эльзой. О, так здорово! Ледянка, просто детские игрушки по сравнению с этим. Похвалил Элвин и достал бутылку вина со льдом, чувствуя, как летний зной рассеивается. А как оно называется, с интересом спросил Джон. Горничная улыбнулась. Изобретатель назвал его холодильник. Они дорогие пока не могут быть изготовлены массово. На данный момент вы единственные, кто может наслаждаться ими, кроме ее величества и нескольких великих дворян. Под вами вы подразумеваете всех рыцарей, которые пришли с королевой? Спросил Джон, притворяясь небрежным. Горничная улыбнулась, но ничего не ответила. Она продолжала показывать им виллу и знакомила с новыми предметами, показывая серебряные шкатулки, висящие в каждом углу дома. Что удивило Джоэла и Эльзу, так это то, что эти коробки будут выдувать ветер разной температуры и создавать прохладу, при нажатии кнопки на корпусе. Прежде чем они закончили свою экскурсию, что-то громко зазвонило. Что это такое? Спросил Джон Элвин служанку, глядя на железное чудовище на столе. Оно было просто усыпано цифрами. Горничная с улыбкой намекнула ему, чтобы он поднял предмет в форме бруска. Это должно быть вас, лорд-барон. Джон в замешательстве поднял предмет и услышал смех Финга прежде, чем тот достиг его уха. Джон это ты? Да, это я. Финг, что все это значит? Спросил Джон в полном недоумении. Это уникальный проводной телефон холма, который поддерживает дистанционную прямую связь. С большим удовлетворением ответил Финг, какой чудесный предмет. Если что-то пойдет не так, я могу тут же с тобой связаться. По-видимому, на другом конце провода считали точно так же. У большинства дворян и торговцев в Рената есть такие телефоны. Список контактов вон там. Вы можете позвонить им, если вам что-нибудь понадобится. Горничная с улыбкой указала на блокнот рядом с телефоном. Ясно. Джону нужно было разобраться в своих мыслях после того, как он увидел сразу столько изобретений. Представив слуг, горничная королевской семьей удалилась. В доме снова воцарилась тишина. Все они должны быть упрощенными магическими предметами. Джон задумался. Когда он поднял голову, то увидел подозрение и в глазах Джоэла. Внезапно Эльза тихо сказала. Это холм. Как ты думаешь, Эванс здесь? А что, если это так? Мы можем хотя бы встретиться с ним? Королева только что была коронована церковью. Кроме того, мы уже однажды предали его, с горечью произнес Джоэл. Услышав его слова, глаза Эльзы покраснили, и она не смогла ничего сказать. Джон же, напротив, замолчал и вздохнул. Элвина, который не активировал свою родословную, это не беспокоило. Мы делали то, что велел нам брат Эванс. Кроме того, магические предметы есть везде. В холме. Колдуны должны быть очень близки к знати. Говоря это, он отрегулировал чистоту радиа, которую нашел. Меня не волнует, что делают другие дворяне. Как аутсайдеры, мы не имеем поддержки. Мы должны подумать о репутации ее величества, задумчиво произнес Джон. Внезапно из радиоприемника донесся бодрящий, как у жаворонка, голос. Мистер Люсиен Эванс, член наблюдательного совета Арканы, вернулся из альтернативного измерения целым и невредимым. Он осудил некоторых экстремистов из бледного правосудия за их упрямство и слухи о том, что они подстрекают колдунов-некромантии, которые не знают правду. Это искаженные факты и являются клеветой на него самого и на Конгресс. Он призывает всех объединиться вокруг высшего совета, центром которого является президент Дуглас. Что же произошло? Позвольте нам осветить детали. Член наблюдательного совета Арканы. Джон повторил звание. Джоэл и Эльза пробормотали. Люсиен Эванс. Снаружи виллы одна за другой зажигались лампы. В их тени Люсиен, засунув руки в карманы, смотрел на ярко освещенное окно, раздумывая, стоит ли в такой ситуации идти к дяде Джоэлу. Ху. Тихо вздохнув, Люсиен повернулся и медленно пошел к королевской магической башне холма Аномалия на грани. Королевская башня магии холма находилась в квартале знати. Люсиену не потребовалось много времени, чтобы добраться до ворот. Он снял маску и, пройдя осмотр, вошел в башню. Ночь уже опускалась на город, но в волшебной башне было оживленнее, чем в любой из предыдущих визитов Люсиена. Поскольку царица была из псалма, оставалось выяснить, изменится ли отношение к колдунам. Поэтому для их безопасности некоторые из колдунов, живущих в Ринтата, привезли свою семью в Аллин, а некоторые спрятались в королевской башне магии холма. Это было сразу после обеда. Колдуны группами по двое-трое бродили по залу и что-то обсуждали. Время от времени слышался веселый детский смех. Ребека разговаривала с несколькими магами воли стихии о самой популярной новой системе алхимии, когда увидела молодого человека в высокой шляпе, входящего в ворота. Ее глаза внезапно застыли, и она воскликнула в панике и шоке. Добрый вечер, мистер Иванс. Все звуки в зале исчезли. Все посмотрели на Люсиена и один за другим поздоровались с ним. Добрый вечер, мистер Иванс. Они были настолько почтительны, что казалось, что перед ними не молодой чародей не старше 25 лет, а один из легендарных больших шишек. Люсиен остро ощутил изменение отношения магов воли стихии ветви холма. Эти маги уважали и завидовали ему в прошлом, но они почитали и поклонялись ему прямо сейчас, как если бы он был великим чародеем или легендарным магом. Может быть это из-за новой алхимии? Посмотрев на даму, которая первой поздоровалась с ним, Люсиен кивнул и сказал. Давно не виделись, Ребека. Ее ошибка позволила Люсиену принять участие в ежегодном собрании по элементам и алхимии, где его доклад о периодической системе был одобрен Равенте. Поэтому Люсиен помнил ее очень хорошо. Кроме того, она была очень близка с Лазарем, который все время говорил о ней. Скорее всего, она скоро станет миссис Лазарь, вы. Вы все еще помните меня, мистер Иванс с удивлением и восторгом спросила Ребека. Люсиен с улыбкой указал на свою голову. У меня всегда была хорошая память. Кроме того, Лазарь постоянно упоминает о тебе. Интересно, когда он вернется, сказала Ребека с некоторым беспокойством. После светской беседы Люсиен с улыбкой попрощался с ней и поднялся на верхний этаж. Когда он скрылся в лифте, остальные чародеи столпились вокруг ее и заголосили. Ребека, ты так хорошо знаешь мистера Иванса. У меня есть много вопросов и соображений относительно новой алхимии. Не могли бы вы переслать их мистеру Ивансу для меня? Не могли бы вы спросить мистера Иванса, нужны ли еще маги в Институте Атома? Ребека вдруг почувствовала, как летит время. Она впервые услышала имя Люсиена Иванса из-за своей любви к симфонии судьбы и великому музыканту. Затем она узнала от Лазаря, что появился гениальный арканист, чья самая первая работа была высоко оценена. Всего через 8 лет спокойный молодой человек создавал одну пластинку за другой и вот-вот достигнет вершины арканы, чтобы вместе с несколькими великими арканистами оценить ландшафт вершины. Однако она не ревновала его, потому что пропасть между ней и ужасным арканистом, который придумывал революционные теории, была слишком велика для любой ревности. Она чувствовала только беспомощность и восхищение. Кроме того, новая алхимия отличалась от предыдущих достижений Люсиена, которые были подтверждены и приняты только после подозрений и споров. Его считали искрой мудрости, которая озарит новый мир самого его рождения. Большинство колдунов сходили по нему с ума. Все они понимали, что новая алхимия существенно отличается от предыдущей алхимии тем, что она представляет собой скорее внутреннюю модель атомов и систему, построенную на такой модели и отражающую изменения элементов. Алхимия была лишь дополнительным знанием. Тайны микромира были ее главным содержанием. Это было очень важно для магов, которые усердно исследовали глубины и тьму микромира. С этого момента разведка в полевых условиях больше не была слепой. Это как звезды, сияющие в темную ночь, или маяк, который корабли в шторм наконец-то увидели. Конечно, они знали, что еще предстоит решить множество проблем, связанных с новой алхимией, но она, несомненно, открыла врата творения. Люсиен когда-нибудь станет великим арканистом из-за этого. Возможно, однажды мы сможем свободно изменять материю. С искренним восторгом сказал один колдун. Другой чародей посмотрел на лифт и с восхищением заметил. Когда этот день настанет, мистер Иванс определенно станет одним из самых ослепительных личностей в истории магии. Новые альтернативные измерения все еще разрабатывались. Архимаги и маги высшего ранга, включая Равенти, в основном не вернулись. Люсиен вошел в свой кабинет и посмотрел в окно на дворец Никса, похожий на галактику на Земле. Затем он включил свой коммуникатор. Алло, Люсиен. Голос Наташи звучал измученно. Ее серьги были изменены Люсиеном, что позволило ей услышать зашифрованный голос. «Добрый вечер, Ваше Величество», — с улыбкой сказал Люсиен. «Вы читаете файлы разведывательного отдела и секретной библиотеки?» Причина, по которой он говорил с Наташей из Королевской башни магии холма, заключалась в том, что он не хотел выставлять себя на показ. Хотя Сарт и Критания никак не могли взломать его шифровальный алгоритм, они могли обнаружить источник электромагнитных волн, которые они воспринимали. Если бы он связался с Наташей из Аллина, это вызвало бы подозрения относительно его настоящих отношений с ней, но если он был в Королевской башне магии холма, это ввело бы людей в заблуждение, так как говорить с Наташей могла и Хатауэй, поскольку это было совершенно нормально для старшего заботиться о младшем. Да, хотя ты много рассказывал мне о холме в последние годы, эта информация не складывается в единую картину. Мне нужно понять все более глубоко и всесторонне. Как верный рыцарь королевы, граф Люсиан Иванс, что вы предлагаете? Сияющим рыцарям обычно давали титулы Виконта или графа. Таким образом, маги старшего ранга могли пользоваться той же привилегией. Познакомься с великими, могущественными и вельможами, занимающими ответственные посты один за другим. Поговори с ними и найди людей, которым можно доверять и на которых можно положиться. Как королева, ты имеешь естественное право командовать ими. Здесь ни о чем беспокоиться. Правильно. После похорон начни осматривать рыцарей меча истины, рыцарей приговора и рыцарей святого креста. Перегруппируй часть отрядов. Конечно, самое главное, нужно улучшить себя. Чем скорее ты достигнешь восьмого уровня, тем легче тебе будет взять инициативу в свои руки. Но кому я могу доверять и на кого могу положиться, сказала Наташа с самодовольной улыбкой. Сначала тебе нужно познать свое сердце и свою веру, утешил ее Люсиин. Если ты не знаешь, чего хочешь, ты никогда не сможешь отличить врагов от друзей. Хотя можешь усилить конфликт между либералами и консерваторами или же сохранить равновесие. Ведь консерваторы пользуются поддержкой церкви, а либералы Конгресса. Вместо того, чтобы ждать ответа Наташи, Люсиин решил пробудить в ней веру. Судя по сообщениям Конгресса, принц мог быть убит. Что? Кто это сделал? Хотя Наташа считала, что смерть ее деда и дяди была случайной, они были на грани смерти в первую очередь, и это все еще было приемлемо. Но услышав то, что сказал Люсиин, она была более чем потрясена и взбешена. Мы подозреваем, что это сделал Кританий сердце времени. Только его способность управлять временем могла заставить принца умереть от горя безупречно. В это время Сарт и Рекс находились во дворце Никса, Люсиин пожалел Наташу, но все равно жестко выдал ей все факты. Наташа глубоко вздохнула. Ты хочешь сказать, что церковь и часть консерваторов планировали это? Какие есть доказательства? Прямых доказательств нет. Сарт, Рекс и Кританий находились тогда во дворце Никса, что может быть доказано многими дворянами и служанками. Кроме того, ее превосходительство Хаттауи осматривала принца Патрика перед Новым годом и считала, что он может прожить еще пять-шесть лет. Либералы, включая герцога Джеймса, доказали, что принц и король были равнодушны друг к другу, как враги. Как он мог горевать? Ты должна кое-что знать о них. Люсиин представил сведения, собранные им за прошедший день. После долгого молчания Наташа хрипла сказала. Я попрощаюсь с телом моего дяди на похоронах. Интересно, смогу ли я что-нибудь найти? Ее голос звучал потерянно и подавлено, что причинило Люсиину боль. Зная, что он зашел слишком далеко, он поспешил исправить это. Даже если это было сделано церковью, это ничего не значит. Бог истины находится в сердце каждого, и каждый может молиться ему напрямую. С другой стороны, церковь это просто организация, которая пытается отделить верующих от господа. Она может быть праведной, а может быть и злой. Просто пересмотри свой путь рыцаря и подумай, на чем ты настаивала. Собираешься ли ты защищать славу Бога истины или славу церкви? Конечно, я защищаю господа. Но если церковь покинута, как мы можем организовать ритуалы и прославлять господа? Наташа была захвачена подробностями. Церковь это инструмент между верующими и Богом, с улыбкой сказал Люсиин. Если в этом больше нет необходимости, просто выбросьте его. Если он все еще полезен, вы можете изменить и сделать его подходящим для вас. Нет никакой необходимости цепляться за южную церковь. Подожди, подожди, подожди. Мне нужно разобраться в своей вере. Тот факт, что принц Патрик мог быть убит церковью, потряс Наташу. Под ночным небом Юлиана, вызванная из Аалта, обратилась к нескольким ночным стражам рядом с ней очаровательным тоном. Церковь слаба, аристократы высокомерны, и слава господа сильно запятнана. Поэтому мы очистим неквалифицированных верующих согласно воле господа. Она указала на виллу неподалеку. Барон Остин продажный человек, склонный к колдовству. По словам его слуг, он слушает тайный голос каждый день. Наша цель – очистить его и защитить славу господа, но мы, вероятно, будем наказаны церковью. Вы готовы это сделать? Наступает ночь, и начинается моя вахта извинения, сорда. В гостином на втором этаже виллы барон Остин внимательно слушал нежный голос мисс Нейтингейл в пижаме. Поскольку было неуместно идти к своей любовнице во время траура, он мог только убить время, слушая тайный голос. Кроме того, он находил многие программы на канале очень интересными, иногда даже более интересными, чем проводить время со своей любовницей. В холме, за исключением самых консервативных аристократов и верующих, была мода слушать запрещенную музыкальную радиостанцию. Содержание его было темой многих партий-либералов. Тот, кто не слушал его, считался несовременным и отвергался их кругом. С сегодняшнего дня программа немного изменится. Далее вы услышите обзор холма, который я принимаю. Он будет информировать вас о главных событиях в королевстве. Я полагаю, что наши дорогие зрители узнали, что любимый, уважаемый принц Патрик последовал за королем Филтисом от горя после того, как король скончался. Однако, как насчет самого процесса и деталей? Эта программа направит вас к истине, стоящей за этим делом. Остин небрежно откинулся на спинку дивана, но, услышав эти слова, выпрямился и принял торжественный вид. Исследование холмского наблюдения по этому вопросу все еще находилось в стадии недоказанных спекуляций. Он опросил случайных свидетелей, чтобы доказать, что принц Патрик был в добром здравии в течение нескольких дней до этого и не мог внезапно упасть в обморок. Хотя Нетингейл не сказала этого прямо, она явно намекала, что церковь не любит принца за его любовь к магии и алхимии. Из ее слов можно было сделать вывод, что церковь убила принца. Остин тяжело вздохнул. Он вспомнил, что говорили либералы в парламенте знати. Чем больше он думал, тем больше становился подозрительным. Неделю назад принц принимал у себя собрание либералов. Состояние его тела было точно таким же, как и раньше, и он был в таких ужасных отношениях с королем. Как он мог умереть от горя? Они достаточно смелы, чтобы убить наследного принца. Остин поставил кубок с вином на стол и принялся расхаживать по комнате. Когда он повернулся спиной к окну, две тени ворвались внутрь и атаковали его. А он был только на уровне обычного рыцаря. Кто ты такой? Как ты посмел напасть на благородного ночной страж? Остин видел черные перчатки, которые были на обоих мужчинах. Вы достаточно смелы, чтобы арестовать дворянина прямо сейчас? Вы нарушаете соглашение между церковью и дворянами. Джулиана вылетела из окна и холодно посмотрела на Остина. Церковь слишком слаба. Только мы можем защитить славу господа. Ты собираешься разделить дворянство и церковь, ослабить церковь и сделать невозможным распространение славы господней? Остин не был идиотом. Он понял, что столкнулся с одним из этих ревностных ночных стражей. Поэтому он просто предположил, что их действия противоречат их цели. Господь всемогущ. Он не остановил тебя, потому что это испытание для нас. Если очищение дворян, которые были склонны к колдунам, как вы, вызовет возражение дворян холма, это будет означать, что все они испорчены и не подлежат спасению. Трон должен преклониться перед Господом. Джулиана ненавидела колдунов от всего сердца. Она холодно протянула руку и коснулась лба Остина. Покайтесь в аду. Как ты смеешь. Святой свет вспыхнул, и Остина пронзила насквозь. Вся кровь испарилась. Даже ковер не был испачкан. Юлиана положила левую руку на правую и сказала. Запишите, почему мы очистили его и что он совершил. Передайте это инквизиции и парламенту. Знать и мы наказываем грешников, как представителей воли господа. Мы не скрываемся. Понял. Эхом отозвались остальные ночные стражи. В королевской башне магии холма Люсиин в конце концов напомнил Наташе. Остерегайся, Сарда. Никто не знает, что он задумал. Если он действительно находится под влиянием мира душ, как понтифик и святые в Северной Церкви, его цель может состоять в том, чтобы отделить пять приходов здесь от Церкви и сделать себя понтификом. Поскольку она еще не определила свою позицию, она не была уверена, был ли это хороший или плохой результат. Люсиин покачал головой. Не надо слепо ссылаться на историю. Сард слишком искушен для этого. В конце концов, Южная Церковь не выдержит еще одного раскола. Кроме того, он находится на своем посту всего два месяца. Боюсь, что он еще даже не завоевал титул кардинала Холмского прихода. Что он может использовать для создания разделения. Не говоря уже о том, что есть приходы, защищаемые другими святыми кардиналами. Поэтому не обманывайтесь его недавним выступлением. В общем, я постараюсь выяснить его цель, тихо сказала Наташа. Тебе тоже лучше быть осторожным, потому что с тобой легче всего иметь дело среди высокопоставленных экспертов в списке очищения. Будьте уверены в этом. У меня с собой кольцо Конгуса. Люсиин посмотрел на железное кольцо на левой руке. Поскольку его левая рука сводила на нет сверхъестественной силы, Люсиин переложил кольца с короной Холма на правую руку и сохранил только легендарное кольцо, которое осталось незатронутым на левой руке. Ладно, все знают, что у тебя есть легендарный предмет. Наташа притворилась ревнивой. После того, как я разберусь со своим сердцем и перейду на восьмой уровень, у меня тоже будет один. Я также принесу щит истины. В этом случае у меня будет самая сильная защита и самая сильная атака. Ха-ха. Она не хотела, чтобы Люсиин закончил разговор подавленным, и поэтому высмеивала его. Когда рассвело, герцог Рекс, председатель парламента знати, мрачно полетел в церковь сияния. Ваше превосходительство, Сард, мне нужны объяснения. Почему ночные стражи уничтожили барона и официального рыцаря без одобрения ее величества и парламента знати? Рекс сердито обратился к Сарду в библиотеке, это расстроит всех дворян? Как они потом могут доверять церкви и вносить свой вклад? Я только что узнал об этом, спокойно ответил Сард. Я попрошу инквизицию разобраться с несколькими ночными стражами. Будет дано объяснение. Рекс, ты же знаешь, что среди ночных стражей много экстремистов. Вы не можете позволить, чтобы дружба между дворянами и церковью была разрушена несколькими бешеными собаками, верно? Рекс был более или менее удовлетворен поведением Сарда. Если это была личная операция нескольких ночных стражей, и они строго наказаны, я уверен, что успокою дворян, которые поддерживают церковь, но трудно сказать, что будет с дворянами, которые поддерживают Конгресс магией. Кроме того, королева отвергнет церковь и нас, если она столкнется с подобным, когда она только что коронована. Я надеюсь, что ваше превосходительство Сарт сможет контролировать церковь в случае других подобных случаев. Через два года я постараюсь взять холмский приход под свой контроль. Тем временем, я надеюсь, что дворяне смогут обратить внимание на то, что они говорят и делают, и вовремя сообщить мне, если их заметят экстремисты церкви. Хорошо, дружелюбно ответил Сарт, запишите реакцию дворян на этот вопрос в документ. Я доложу об этом папе. Во всяком случае, экстремисты, набожные ночные стражи. Папа должен одобрить это, прежде чем они будут наказаны. Рекс кивнул. Хорошо, я попрошу кого-нибудь написать это. Теперь я иду во дворец Никса и объясню это королеве с глазу на глаз, на самом деле она будет в бешенстве от этого инцидента. Глядя вслед уходящему Рексу, Сарт взял со стола лист бумаги, в котором был список нескольких ночных стражей-мошенников. Прочитав его с улыбкой, Сарт провел по нему большим пальцем, и имя Джулианы тут же исчезло. Затем он взял перо и написал. Из-за долгого подавления Конгресса магии и последовательных случаев со Святым Светом многие экстремисты появились в духовенстве и ночных стражах в приходе холм. Некоторые из них считают, что они должны уничтожить богохульников внутри нас, чтобы объединиться против Конгресса магии. Некоторые из них похожи на них. Они считают, что церковь слишком слаба, а дворяне слишком высокомерны. Только будучи радикальными, они могут разбудить оцепеневших людей. В то время как другие сомневаются в необходимости противостоять Конгрессу магии и верят, что мы сможем жить в мире, если оба пойдем на компромисс. Инцидент на этот раз был вызван экстремистами второго типа. Я признаю, что мой контроль над приходом недостаточно хорош. Я прошу ваше святейшество прислать моих предыдущих помощников, Веру Амилтон и других людей из прихода Вайлетт, чтобы помочь мне, чтобы я мог решить этот вопрос и сдержать экстремистов, и дворяне не будут снова оттеснены на сторону Конгресса магии. Что касается наказания, я полагаю, что Октав, кардинал, отвечающий за инквизицию прихода, несет полную ответственность за это дело. Кардинал Амилтон заменит его, однако, учитывая сложности в приходе, он все равно будет служить здесь. Читая документ, представленный ночными стражами, и слушая Рекса, Наташа была бесстрастна. Только когда он заговорил о решении церкви, Наташа кивнула и сказала, «Сумасшедшие есть везде. Отношения между дворянами и церковью не должны быть затронуты ими. Я верю, что большинство аристократов примут его, пока церковь проявляет искренность». Рекс вздохнул с облегчением. «Это было действительно так, как и ожидалось от царицы из города Псалма, чтобы склониться к церкви. Это очень мудро с вашей стороны, ваше величество». Согласно донесению ночных дозорных, барон Остин слушал тайный голос, когда его арестовали и казнили, а радиостанция передавала содержание, которое подразумевало, что герцог Рекс убил моего дядю Патрика. «Что ты об этом думаешь? Это, без сомнения, клевета Конгресса магии, который пытается посеять раздор между вашим величеством и церковью. У них нет никаких доказательств. Это просто случайный разговор». Рекс торжественно защищался. Наташа подняла бровь. «Вы слушали программу? Сотрудники разведки выслушали и доложили мне содержание». Рекс объяснил. Наташа кивнула и не стала развивать эту тему дальше. «В следующий раз представь мне разведданные раньше». Только тогда Рекс понял, что сказал что-то не то. «Поскольку в последнее время вы были заняты слишком многими делами, ваше величество, я первым делом отфильтровал разведданные и передал только важную информацию. В дальнейшем он будет непосредственно представлен вам. Все в порядке. Я понимаю вашу доброту. Теперь вы можете идти». Наташа попросила Рекса уйти, так же небрежно, как и раньше. Только когда Рекс вышел из дворца, Наташа вдруг стала серьезной. Люсиин поднялся на лифте на 33 и краткой этаж башни магии Аллина и вошел в громовой ад, Демиплан Фернандо, через портал в альтернативное царство в библиотеке. Волосы Фернандо были более или менее растрепаны. Казалось, что обратная инженерия синтеза и деления была более трудной, чем представлял себе Люсиин, когда не хватало многих знаний и открытий. Точно в срок. Опиши свои чувства, когда ты снова исполнил вечное пламя. Фернандо поднял налитые кровью глаза и посмотрел на Люсиина. Затем его лицо стало довольно серьезным. «У тебя снова есть для меня что-то?» Люсиин держал в руках кипу бумаг поддержка. Люсиин чувствовал смешанные чувства своего учителя. Он протянул свои бумаги и сказал. «В этом нет ничего экстраординарного. Это просто попытка объяснить эксперимент мистера Дугласа по скорости света и связанной с ним корреляции. Он имеет некоторое сходство с предыдущими предположениями, выдвинутыми несколькими арканистами. Преобразование Лоренца. Вот что Люсиин приготовил для своего учителя, чтобы подготовить его к этой информации. Фернандо все еще чувствовал себя подозрительно, но все равно взял бумаги и начал читать. По мере того, как он углублялся, выражение лица Фернандо сильно менялось. Люсиин не удержался и спросил. «Сэр, все в порядке?» Фернандо усмехнулся. «Уже второй раз за этот месяц я читаю что-то подобное». Люсиин был немного удивлен. «Кто-то уже подавал подобный документ. Но я не нашел ничего подобного, когда искал информацию среди файлов. Я бы не принес его тебе, если бы знал». Фернандо временно отложил все свои вопросы о слиянии и делении и выглядел теперь более бодрым, чем обычно. «Я знаю, потому что он еще не представил его. Он не осмелился. Он принес его мне и спросил мое личное мнение. Кто он такой?» С любопытством спросил Люсиин. На самом деле он был не слишком удивлен, так как данные эксперимента со скоростью света были доступны уже более трех лет, и многие сторонники волновой теории пытались использовать эти данные, чтобы поддержать свою веру. Это не было большим скачком вперед, если бы арканист нашел что-то вроде преобразования Лоренца. Хотя маги в этом мире переживали множество оборотов, потому что им еще многое предстояло исследовать, когда дело доходило до чистого мышления, они были хороши. Это был Оливер. Три года назад он заключил парис Флоренции и с тех пор начал работать над ним. Его проект был отложен из-за исследования нового измерения, и он, наконец, закончил собирать всю группу трансформационных уравнений. В его статье говорится, что, используя эфир в качестве наблюдателя, сокращение движущейся длины компенсирует разницу в скорости света во всех направлениях, что объясняет эксперимент Дугласа. Я полагаю, что ваша статья о том же самом, верно? Фернандо только что закончил читать вступление к статье Люсиина. Он предположил, что статья Люсиина была такой же. Люсиин кивнул. Да, но почему мистер Оливер не представил его? Хотя Оливер изучал повелителя темных драконов, он все равно должен был попросить свою жену Флоренцию или своих учеников представить работу. Потому что он верил, что все еще есть вещи, важные вещи, отсутствующие, и он не мог объяснить, почему этот феномен существует. Затем он получил новое направление, но рассуждения не могли идти дальше. Так что он вроде как застрял, поэтому и пришел ко мне, сказал Фернандо. Так каково же ваше мнение, сэр? Спросил Люсиин. Фернандо причмокнул губами и сказал. Я сказал ему, что его мысли еще недостаточно ясны. Он все еще раскачивался из стороны в сторону. Но я также не мог помочь ему объяснить причину этого явления. Я сказал Оливеру, чтобы он нашел время поговорить с тобой. Вы известны своей открытостью и креативностью, так что, вероятно, могли бы помочь. Фернандо хитро улыбнулся и посмотрел на Люсиина. Я не ожидал, что ты придешь к такому же объяснению, но я помню, что ты все время игнорировал эфир. Не может быть, чтобы вы вдруг решили использовать эфир для объяснения эксперимента Дугласа. Кроме того, часть уравнений здесь сокращение длины проблематично, и я уверен, что вы это знаете. Итак, Люсиин, чего ты на самом деле добиваешься, швыряя в меня эту бумагу? Люсиин посмотрел учителю в глаза, но ничего не сказал. Я думаю, ты копнул глубже. Ты готовишь нас, используя эту бумагу. Дай то, что по-настоящему ценно, сказал Фернандо. Люсиин увидел, что красные глаза учителя были очень искренними и добрыми. Он вынужден был признать, что учитель знает его очень хорошо. Но должен ли он просто бросить специальную теорию относительности прямо на Фернандо? Видя, что Люсиин все еще колеблется, Фернандо посмотрел на него и сказал. Ты беспокоишься, что я могу не выдержать этого. Давай. Я уже получил свой урок от кванта света и кванта энергии. Ничто больше не может взорвать мой разум. Даже за это время, хотя я немного потерял контроль, я все еще здесь, верно? Целый и невредимый. Люсиин все еще ясно помнил, как Фернандо страдал от великого разочарования и ярости, когда это случилось в прошлый раз. Но он не осмелился сказать. Я думаю, что изменение длины происходит не от сжатия материи, а от сжатия пространства. Сжатие пространства интересно. Может быть, нам стоит взглянуть на космос с другой точки зрения? Оливер как-то упоминал об этом. Фернандо не слишком удивился из-за существования космических барьеров, демипланов и космических заклинаний. Если мы просто отбросим эфир, просто основываясь на эксперименте мистера Дугласа, классической электромагнитной теории и исследования их тел в движении, мы можем выдвинуть постулат идею, что скорость света является постоянной, независимой от относительного движения источника. Люсиин объяснял дальше. Фернандо сжал правую руку и постучал себя по подбородку. Если исходить из этого, то будет о чем поговорить. Просто отдай мне бумагу. Есть еще одно условие, поспешно добавил Люсиин, принцип относительности. Об этом много пишут в газетах. Вы, вероятно, читали некоторые из них раньше. Колдуны часто накладывают звуковые волны магическими заклинаниями. Давным-давно они обнаружили, что когда враги быстро приближаются к ним, звук становится быстрым и коротким. Когда враги убегают от них, звук становится продолжительным. Изменение звуковых волн, казалось, было тесно связано со скоростью. Это явление широко обсуждалось, и поэтому был введен принцип относительности. Между тем, некоторые органисты также наблюдали изменения в световых волнах от звезд. В подтверждение этого в повседневной жизни можно было наблюдать еще один распространенный феномен. Когда волшебный паровоз приближался издалека, паровозный гудок становился все более резким. Но когда он проходил мимо наблюдателя, паровозный гудок становился глубже. Фернандо слегка кивнул. Только два предварительных условия? Хорошо. Это похоже на тебя. Начать с меньшего количества аксиом и гипотез и использовать больше логических рассуждений. Отдай мне бумагу. Я готов к этому. Сэр, почему бы вам не продолжить разработку трансформационных уравнений мистера Оливера самостоятельно, основываясь на этих двух предпосылках? Вы можете увидеть единицы в уравнениях с совершенно новой точки зрения арканов. Другими словами, это уже не просто математические символы. Фернандо был немного взбешен, но все же принял совет Люсиина. Дай мне посмотреть, какой вывод ты скрываешь. Он вернулся к своему столу и взял перо. Сначала он записал два предварительных условия, а затем начал работать над уравнениями. Когда он только начинал, все шло очень гладко. Знаний великого арканиста было более чем достаточно для первоначального вывода. Однако, когда он записывал дальше, перо Фернандо остановилось над определенной строкой. Черные чернила образовали маленькую каплю на кончике пера, а затем капнули на пергамент. Чернила медленно растекались. Пространство, в котором они находились, Демиплан Фернандо внезапно стал очень бурным. Гремели громы и молнии. Фернандо поднял голову. Его красные глаза были полны шока. Люсиин не отвел взгляда. Вместо этого он посмотрел прямо в глаза Фернандо. Фернандо глубоко вздохнул и закрыл глаза. Затем он снова принялся за уравнение. По мере того, как Фернандо записывал все больше уравнений и все больше выводов, происходили определенные изменения в исследовании. Линейки, гусиные перья, книги сжимались, а часы тикали все медленнее и медленнее. Люсиин закрыл глаза и распростер свою духовную силу. Изменения были реальными. Однако настолько незначительными, что заметить их мог только старший по званию или выше. Изменения, происходящие в когнитивном мире Фернандо, повлияли на реальный мир. Это была сила легендарного колдуна. Через некоторое время Фернандо наконец положил перо в руку и внимательно посмотрел на окончательный вывод. Он насмешливо рассмеялся над собой. Я думал, что у меня была основная идея об истине мира, но я был совершенно неправ. Пространство и время на самом деле очень-очень отличаются от того, что мы чувствуем. Уравнение показывает, что время на самом деле является функцией скорости, зависящей от материи. Если бы это не было моим собственным происхождением, я бы определенно наорал на тебя ужасно. Затем Фернандо поднял глаза и очень серьезно сказал. Но этот вывод основан на единственном постулате, и нам нужны вещи более твердые, чем это, хотя это может быть использовано для объяснения того, почему часть звездного света видела спектроскопические красные смещения. Фернандо еще не до конца смирился с этим. Этот вывод должен был быть подтвержден какими-то другими доказательствами, иначе он оставался бы причудливой игрушкой. Но мы могли бы использовать его для объяснения некоторых проблем, с которыми мы столкнулись, работая на искусственных планетах. Конечно, эта теория еще не завершена. Гравитация здесь не участвует, так что это все еще должно быть проблематично, сказал Люсиин. Затем Люсиин упомянул о некоторых записях данных, собранных его учениками, и о возникающих вопросах. Итак, когда мы ускоряли частицы, была разница между результатом и тем, что мы ожидали, и теория относительности могла бы объяснить это. Масса увеличивается с увеличением скорости, поэтому орбитальный период также меняется. Мы можем использовать эту формулу, чтобы вычислить переменную и отрегулировать изменяющуюся частоту электрического поля. Если частицы можно еще больше ускорить, не пытаясь уйти от поля, то теория относительности может быть косвенно доказана. Фернандо решил действовать немедленно. В своей магической лаборатории Фернандо сделал именно то, что сказал Люсиин. Затем Фернандо получил частицы, которые несли самую большую энергию, когда-либо существовавшую. Затем он испустил вздох. Люсиин в своей программе «Тайный голос» и говорил о мировоззрении, о жизни, о ценности. В моем понимании, взгляд на мир – это то, как человек воспринимает мир. Помимо человечества и истории, он равен познавательному миру человека. Люсиин понятия не имел, почему Фернандо захотел поговорить об этом именно сейчас. Фернандо усмехнулся. Но когда речь заходит о том, как понимать пространство, это также включает в себя взгляд на жизни ценности. Вот я и думаю, почему бы нам не назвать тебя разрушителем трех миров. Лицо Люсиина слегка дрогнуло. Шутка Фернандо не показалась ему интересной. Фернандо оглядел Люсиина с головы до ног с многозначительной улыбкой на лице. «Ты преподал мне хороший урок, Люсиин. Вот почему я все еще здесь после всего этого. Теперь я более или менее подозрительно отношусь к любой теоретической системе. Но для других, Люсиин, ты должен раскрывать свою теорию относительности по крупицам, особенно для Дугласа. Ваша теория – это огромный оборот для него и он прошел через многое за последние сто или двести лет. Волновую теорию света, квантовую теорию боюсь, что для него это будет слишком. Я имею в виду, я не думаю, что голова Дугласа взорвется или его демиплан рухнет. Не так уж и плохо. Но то, что случилось с Бруком, может случиться с ним снова. «Да, ментальные изменения тоже возможны. Сэр, мне и в голову не приходило бросать его прямо в людей, ты настаивал». Люсиин не мог не жаловаться. Люсиин начал чувствовать себя более непринужденно в присутствии Фернандо. Однако Фернандо просто проигнорировал Люсиина. «Я начну с Оливера. Он должен быть в состоянии принять это, поскольку он видел проблемы. Тогда я попрошу его представить свою работу, чтобы заставить думать старших по званию и выше. Почему старшие по званию и выше?» Спросил Люсиин. «Потому что те, кто внизу, не могут понять», — коротко ответил Фернандо. Затем Фернандо медленно вернулся в свой кабинет и сказал, «Ты уже на седьмом уровне. Спор между волновой и корпускулярной теорией все еще продолжается, и число статей о твоей новой алхимии скоро должно возрасти. Со всем этим эта статья должна быть в состоянии привести вас к восьмому уровню. Однако теперь ты должен работать над повышением своего магического уровня, так как это всего лишь вопрос времени, чтобы стать великим арканистом. Ты, должно быть, извлек пользу из того, что два легендарных существа временно живут внутри твоего тела, и я уверен, что Конгресс также будет в значительной степени благосклонен к тебе». В настоящее время у Люсиена было 15 тысяч кредитов аркана, что означало, что он был на полпути от достижения восьмого уровня. Он также ожидал, что вознаграждение от новой алхимии будет очень значительным. В кабинете Фернандо протянул Люсиену бумагу. «Взгляни, чего здесь не хватает. Если нет, мне не придется читать твои бумаги». Люсиен взглянул на него и обнаружил, что его учитель тоже пропустил уравнение массы энергии, как и Эйнштейн. Он улыбнулся и взял гусиное перо. «Сэр, не хватает только одного». Люсиен начал писать на пергаменте. Кончик пера слегка поцарапал поверхность и издал слабый тихий звук. Фернандо наблюдал за всем процессом выведения, и выражение его лица несколько раз менялось. То была торжественность, то потрясение, то сильное волнение. Люсиен продолжал писать. В конце концов, получилась формула ЕЦА-2. Густая молния сверкнула в небе за окном. На мгновение он осветил весь демиплан. Затем последовал оглушительный гром. Его великая сила заставляла дрожать даже оконные рамы. «Я вижу. Вот что означает эта часть конструкции. Взаимное преобразование массы и энергии. Неудивительно, что в новой алхимии, возможно, необычайно высокая температура», сказал Фернандо вслух самому себе от волнения. Он был так взволнован, что казалось, будто он ревет. Наконец он увидел направление в достижении дальнейшего прогресса на легендарном уровне, используя новую алхимию и объединив все области, в которых он был хорош. Хотя две магические структуры слияния и деления все еще были слишком сложны для него, и ему потребуется время, чтобы понять их по крупицам, он наконец увидел надежду на достижение следующего уровня. В светлом зале Лэнса, священного города, великие кардиналы обсуждали последний доклад, представленный Сардом. На священников и ночных стражей в приходе холм нельзя положиться, сказал святой Мельмакс, предводитель рыцарей храма. Остальные хранили молчание. Все они знали, чем вызвана психическая неуравновешенность священников. Отчасти это было связано с тем, что папа совершенствовал и модифицировал некоторые фундаментальные теологические теории. Если они скажут что-нибудь неприличное, папа может разозлиться. Если бы мы решили начать войну прямо сейчас, большинство священников и ночных стражей в приходе холм были бы готовы сражаться, и это хорошо. Но сейчас мы не готовы к войне. Мы должны сосредоточить нашу силу в новом измерении, где население и ресурсы в изобилии, холодно сказал Бенедикт 2, поэтому сделайте так, как предложил Сарт, накажите ночных стражей и соберите красных мантий, включая Амелтона. Филибелл поспешно кивнул. Как прикажете, ваше святейшество, я дам инквизиции новую красную мантию. Никто больше не сказал нет, потому что это в принципе не имело к ним никакого отношения. В церкви Сияния Сарт получил письменный ответ. Он нежно погладил бумагу, улыбаясь. Когда его пальцы наткнулись на конец списка наказаний, появилось новое имя – Джулиана. Но ее наказание было гораздо менее суровым по сравнению с наказанием двух других ночных стражей, поймавших барона Остина. Ее посадят в тюрьму на год, а двух других приговорят к смертной казни. «Попроси Актава прийти», – сказал Сарт красному одеянию снаружи, через божественный круг. Некоторое время спустя Актав вышел из кабинета Сарда. Выражение его лица было чрезвычайно мрачным. Пару минут назад он был лишен своего титула и обязанностей главы Инквизиции. Должность была только ниже, чем у приходского старосты. Актав чувствовал, что на самом деле это не его вина. Радикальные ночные стражи появлялись почти каждый год. Убить дворянина, который слушал голос Арканы, было не так уж и сложно. Должны ли они просто смотреть, как зло распространяется, но ничего не делать? Церковь становилась все более и более трусливой. Проходя по церкви сияние, Актав чувствовал на себе сочувственные взгляды других священников. Он подумал про себя в своем сердце. «Ваше святейшество, вы видите это? Они думают, что я прав. Ваше решение неправильно». 20 июня, после похорон короля Филтиса и принцессы Патрикеи. В длинном черном платье Наташа беседовала с графом Джеймсом, Расселом и Хинсоном. Церковь приняла решение о наказании. Два ведущих ночных стража приговорены к смертной казни, а все остальные будут подвергнуты различным наказаниям. «Вы можете сообщить об этом семье барона Остина и, пожалуйста, примите мои искренние соболезнования», сказала Наташа, скрестив руки на груди. Граф Джеймс был недоволен. «Только ночные стражи? Сумасшедшие не выучат своего урока. Мы не можем все время жить в страхе. Лидер Инквизиции должен быть наказан, а все ночные стражи, склонные к радикализму, должны быть взяты под контроль и убиты. Вот во что мы, дворяне, по крайней мере большинство из нас, верим. Это также для вашей же безопасности, ваше величество». На самом деле решение о наказании уже было для него приемлемым. Он знал, что церковь пошла на большой компромисс. Он говорил это, чтобы увидеть отношения Наташи. Граф Хинсон и рассел кивнули. Наташа серьезно сказала. «Конечно, виновата церковь, потому что они не следили за радикалами. Но они извинились и приняли приемлемое решение. Смерть убийцы – это самое важное, чего хотел бы барон Остин. Кроме того, Октав был лишен своего долга. Я верю, что святой сард будет держать сумасшедших в узде. Я понимаю ваше беспокойство, но то, о чем вы просите, требует времени». Граф Джеймс был немного разочарован. «Мы исполняем ваши желания, ваше величество». Покинув дворец Никса, Рассел и Хинсон вскочили в карету Джеймса, но по дороге ни один из них не произнес ни слова. Когда они почти добрались до виллы, Рассел вздохнул и нарушил молчание. Ее величество всегда была последовательницей с самого детства, и она выросла в Аэлто, где власть церкви чрезвычайно сильна. Это имеет смысл, если она немного благоволит церкви. Давайте не будем слишком пессимистичны. Но, боюсь, это только начало. Вера ее учителя, Божья слава, сказал Джеймс со своим угрюмым лицом. Граф Хинсон кивнул и понизил голос. «Мы должны быть готовы на всякий случай». В это время к карете приблизился конь в драконе и чешуе. Это был один из рыцарей Джеймс. «Что случилось?» Спросил Джеймс. Почему-то на лице рыцаря отразилось удивление. Ее величество посетило башню магов, чтобы повидаться со старшими. Что? Граф Хинсон не верил своим ушам. Мир, казалось, сошел с ума. В просторной гостиной в башне магов Наташа ждала встречи с членами королевской семьи в холме. Она гордо сказала. «Я действительно должна поблагодарить этих экстремальных ночных наблюдателей, иначе я не смогла бы найти шанс приехать сюда. Когда герцог Рекс спросит, я скажу, что пришел успокоить либералов. Церковь причинила эти неприятности, поэтому они тоже ничего не скажут об этом». Но Наташа также понимала, что посещение башни магов – это самое большое, что она может сделать. Она никогда не сможет навестить Аллин. Холм был другим, потому что многие королевские семьи все еще собирались здесь. «Ты ведь здесь не только для этого, верно?» Сказала Камил, которая очень хорошо знала Наташу. «Я приняла предложение Люсиена и собрала немного волос и плоти моего дяди. Проверяя их, мы можем узнать точный возраст моего дяди, когда он умер, чтобы увидеть, был ли он когда-либо подвержен влиянию силы сердца времени. Это очень веское доказательство, так как время всегда оставляет свой след. Сердце времени может манипулировать временем после смерти принца», сказала Камил, которая мало что знала о пределе возможностей критония. Наташа покачала головой. «Он не может заставить время течь вспять. Кроме того, Люсиен сказал мне, что некоторые изменения случаются только с живыми людьми, если он действительно однажды не вернет дядю к жизни. Маги всегда полны хитростей», сказала Камил, которая не совсем поняла. Из высокого замка Наташа смотрела на город Ринтота. «Я знаю Люсиена много лет, но у меня никогда не было возможности отпраздновать его день рождения вместе с ним. Я был очень расстроен, что пропустил и эту встречу, но теперь проблема решена. Днем я побываю в поместье герцога Рекса, а вечером вернусь сюда в день рождения Люсиена». Наташа напряженно думала, какой подарок приготовить Люсину. Она прошлась взад и вперед по гостиной, а потом заметила, что Камил пристально смотрит на нее. «В чем дело, тетя Камил? Посмотри в зеркало», сказала Камил, указывая подбородком на зеркало в углу. Наташа смутилась, но все равно сделала так, как сказала Камил. В зеркале она увидела пурпурно-волосую даму, чьи щеки пылали от радости и возбуждения. Ее лицо светилось сладкой улыбкой, которая тянулась от уголков губ к глазам. «Я выгляжу». По-другому удивленно пробормотала Наташа. Она вспомнила, что в последний раз она была такой много лет назад, когда еще была с Сильвией. «Ты влюбилась в Люсиена Иванса», — спокойно сказала Камил. Она не спрашивала, а констатировала факт, что... Глаза Наташи вдруг широко раскрылись, как будто в нее ударила молния подготовка. Лицо Камил было довольно холодным, но глаза светились мудростью. Она прямо сказала. «Ты всегда радуешься, когда видишь его. Вы всегда делитесь с ним множеством тем, но все равно чувствуете себя хорошо, даже если вы двое не разговариваете. Просто быть друг с другом для вас достаточно. И ты постоянно упоминаешь его, когда разговариваешь со мной. Хочешь сказать, что для меня он превращается в женщину. Это нормально? Ради него ты решила не останавливать ночных стражей. Ради него ты столкнулась с большими опасностями и временно отложила свои обязанности. Ты отвлекла для него принца Дракулу, ты защитила его от леча полубога. И по-твоему это все еще только дружба? Наташа была совершенно шокирована. Но-но он же мужчина. Я помогаю ему, потому что мы хорошие друзья». Голубые глаза Камил смотрели на Наташу, пока та не почувствовала себя немного неловко. «Ты рыцарь и помогаешь своим друзьям. Но как ты себя чувствуете? Ты уже была когда-то влюблена, так что должны быть в состоянии сказать, что это». Наташа беспокойно зашагала взад-вперед по комнате. Внезапно она направилась к двери. «Подожди», Камил этого не ожидала. Она боялась, что Наташа сделает что-нибудь импульсивное, скажем, убьет Люсиена или навредит себе. Камил смягчила свой голос, чтобы успокоить ее. «Наташа, любовь приходит независимо от секса. Ты же всегда говорила так? Просто случилось так, что ты влюбилась в женщину, а на этот раз в мужчину. Не паникуй». Говоря это, Камил тоже немного волновалась. Она боялась, что не вовремя все расскажут Наташе, что разочарует великого князя. Наташа медленно обернулась, но лицо ее было полно радости. Ее глаза смотрели нежно, а щеки пылали. Между ее бровями пролегла морщинка. В этот момент она выглядела просто потрясающе. Камил так удивилась, что потеряла дар речи. Она чувствовала, что Наташа как-то изменилась. После встречи с полубогом лечим Наташа время от времени впадала в замешательство. Но теперь, вероятно, от того, что она нашла свою новую цель, Наташа уже не растерялась. Напротив, ее глаза сияли решимостью. Наташа усмехнулась. Тетя Камил, не беспокойтесь обо мне. Я буду упорно трудиться ради собственного счастья. Что? Теперь настала очередь Камил чувствовать себя потерянной. Неужели Наташа уже смирилась с этим за такой короткий срок? Наташа стиснула правую руку и решительно сказала. Я рыцарь. Я не увиливаю, когда возникает проблема. Я ищу решение. Ее голос постепенно повышался. Моя вера двигаться вперед, вперед, вечно. Я собираюсь разрушить все барьеры передо мной. Как бы он на это не отреагировал, я не сдамся. Я собираюсь сказать ему, что я чувствую к нему, победить его, покорить его. Таково было заявление Наташи. Камил тоже должна была подумать об этом. И поэтому она вроде как ожидала такого результата. Наташа усмехнулась. Она сунула левую руку в карман. В маленькой лавровой шкатулке лежала божественность бога любви и красоты. Наташа решила сама разобраться с этой проблемой. Люсиину не нужно было анализировать замораживающий луч Эванса, поскольку именно он создал это заклинание. После того, как ему удалось контролировать быстро растущую духовную силу, Люсиин построил структурную модель заклинания в своей душе и стал магом седьмого круга. Распахнув окно, он увидел сад, сияющий в лучах теплого солнца, и сердце его наполнилось радостью. Он становился все сильнее и сильнее, положение в мире теперь было относительно улажено, и дама, которую он любил, прошла весь путь до него. Хотя по-прежнему было много трудностей, все шло в положительную сторону. Монокль, который он носил, становился все горячее. Зная, что кто-то связывается с ним, Люсиин включил его. «Люсиин, ты знаешь, где я сейчас нахожусь?» Это был голос Наташи. Люсиин улыбнулся. «Ну не волнуешь, верно? Ха-ха, я в Королевской башне магов!» Гордо сказала Наташа. Люсиин был весьма удивлен. «Королевской башне магов? Тебе наплевать на церковь? Они могут слишком остро среагировать на это. Не беспокойся. Я должна утешить либералов за то, что произошло. Это было плохо для церкви, и они должны понять и поддержать меня», — сказала Наташа полушутятоном королевы. Слова сорвались с губ Люсиина. «Тогда 25 июня ты сможешь». «25 июня ты сможешь», — одновременно спросила Наташа. Они оба остановились и улыбнулись. По обычаю в этом мире празднование дня рождения длилось более целого дня, с ночи до следующего раннего утра. Люсиин потер подбородок и широко улыбнулся. «Как я могу отказать королеве?» «Тогда 25 июня в башне магов я буду отмечать твой день рождения вместе с тобой», — весело сказала Наташа. «Я знаю тебя столько лет, но мне так и не довелось этого сделать». Когда они закончили разговор, Люсиин возбужденно заходил взад и вперед по комнате. От волнения он размахивал в воздухе правым кулаком. «Еще один шаг вперед», — сказал себе Люсиин. Он не мог сесть. Мысли пронеслись в его голове. Он считал, что Наташа тоже испытывает к нему какие-то чувства. Может быть, ему стоит попытаться сделать первый шаг. Люсиин решил записать его свой план. Цель — быть с девушкой, в которую я влюблен. Шаг 1. Закупить хорошие продукты и приготовить пару хороших китайских блюд. Шаг 2. Прибыть в башню магов заранее. Создать романтическое настроение, используя свечи, пианино и вино. Шаг 3. Начать этот разговор и постараться увидеть, как Наташа отреагирует. Есть три варианта. Продолжать попытки говорить об этом и временно остановиться. Шаг 4. Детали. Если Наташа это не нравится, держаться подальше, но не сдаваться. Тише едешь, дальше будешь. Если отношение Наташи остается неоднозначным, продолжать говорить о прошлом опыте и выстраивать более прочные связи. Когда все идет правильно, хвататься за этот шанс и говорить прямо. Примечание, что приготовить. Во-первых, Наташа любит сладкое, а главное нежное и сочное. Она не возражает против острой и интересной пищи. Таким образом, блюда могут включать кисло-сладкую рыбу, тушеную печень ягненка, жареного молочного поросенка, медовую тыкву и т.д. В зависимости от того, какие ингредиенты доступны. Во-вторых, приготовь пианино и скрипку. Музыка должна быть романтичной, но должна быть прекращена в случае пробуждения печальных воспоминаний. Музыкальный список включает в себя Марриаги Дамаур, Баллади Паура Делине, Канон Ре Мажор. В-третьих, запиши все возможные вопросы и приготовься. Люсиин много писал, как будто проводил эксперимент. Он очень напряженно думал, пытаясь найти хоть что-нибудь, чего ему не хватало. Люсиин прочел план строчку за строчкой. Затем он начал обдумывать, что может произойти, если его план сработает. Он ощутил мускулы на своей руке и груди. Очевидно, они были не очень впечатляющими, по сравнению с рыцарем. Люсиин причмокнул губами, слегка нахмурившись. Я тоже должен подготовиться к этому. Десять минут спустя Люсиин прибыл в библиотеку Аллин продвинутых арканов. Его лицо покраснело, в горле пересохло, Люсиин сказал алхимической жизни. Им-им-им я просто им-им-им розовая книга, пожалуйста. Увидев волшебников из королевской семьи, Наташа поднялась на верхний этаж башни магов, воспользовавшись предлогом отдохнуть. Но она подошла ко входу в демиплан хатовой с широкой, милой улыбкой на лице. Ее левая рука все еще нежно поглаживала маленькую лавровую коробочку в кармане. В душе у нее теплилась надежда. Она верила, что когда он решит надеть кольцо, все барьеры между ними исчезнут. Люсиин был хорош собой. Если он стал для нее леди, он должен быть великолепен. Она должна была внимательно следить за своей девочкой на случай, если кто-то украдет ее. Вот что думала про себя Наташа. Но ее левая рука коснулась чего-то холодного. Широкая улыбка, как бы застыл на ее лице. Это было бледное правосудие. Я мужчина, серьезно сказал Люсиин. Однажды он сказал это Наташе. Воспоминания нахлынули на нее и заполнили ее разум. Это был черноволосый молодой человек, чей талант ослеплял публику. Он был тем джентльменом, с которым она могла говорить весь день на любые темы без всякого напряжения или давления. Он был человеком с большой решимостью, который всегда прикрывал ей спину в темном лесу, даже когда сталкивался с величайшей опасностью. Он был решительным исследователем, который покинул Альта ради своей мечты. Он был тем умным колдуном, который выдумывал самые невероятные ходы к отступлению и нападению, когда полубок лич гонялся за ними. Он был ее рыцарем, который заботился о ней, смеялся над ней и стоял перед ней. Наташа некоторое время стояла неподвижно. Затем с мягкой улыбкой на лице она развернулась и ушла, прежде чем войти в Демиплан Хатауэй. Маленькая лавровая коробочка тоже была положена на дно ее сумки до лучших времен подарок на день рождения. Наступило 25 июня. Солнце было таким же ярким, как настроение Наташи. Восхищенно шепча она нанесла макияж и приготовила наряд, поскольку она не была новичком в любовных делах и у нее было много подобных свиданий. Когда она была с Сильвией, она не отвергала юбки, широкополые шляпы, серьги или ожерелья. Поэтому ей не составило труда найти изящное черное платье, края которого были слегка приподняты, открывая таинственность ночи и притягательность неизвестного. Да. Не так кокетливо, чтобы противоречить моему стилю и пугать Люсиена, и не так жестко и безжалостно, как рыцарский костюм. Удовлетворенно заметила Наташа. Придворное платье было не в стиле консервативного холма или открытой треи, а в изящном стиле альта. Вырез платья был слегка занижен, что позволяло видеть светлую и нежную кожу внизу, но если она не наклонится, то вообще не будет видно ничего неподобающего. Платье было тонко скроено, подчеркивая длинную красивую шею Наташи, высоко вздымающуюся грудь и тонкую, но мощную талию самым привлекательным образом, наполняя ее очарованием женщины. Наташа наблюдала за собой и подбадривала. Раньше Сильвия очень завидовала моей фигуре. Я никогда не бываю слишком худой или слишком толстой. Люсиен определенно будет поражен. Она не сомневалась в себе. Однако, отбросив на днях план перехода пола Люсиена, вспомнив прошлое, она поняла, что никогда не пыталась подчеркнуть свою женственность во время общения с Люсиеном, и она понятия не имела, была ли она леди или джентльменом в его глазах. Поэтому она намеревалась как можно скорее исправить свое плохое впечатление. Королева Наташа была определенно не из тех, кто отступится. Всякий раз, когда у нее была цель, она всегда решительно продвигалась вперед и исправляла проблемы, если она когда-либо сталкивалась с ними. Аллин в волшебной башне Люсиена. Подносы с китайскими блюдами, которые только что были приготовлены, стояли на столе в гостиной, но не было никакого аромата, потому что все они были защищены с помощью магии сохранения. Люсиен снял фартук, который он использовал для приготовления пищи, и подошел к зеркалу, весело шепча песенку, наблюдая за собой. Придерживайтесь плана. Мне нужно немного изменить фасон моего пальто и дать Наташе совершенно новое ощущение. Я должен изменить образ просто хорошего друга, который я создал до сих пор. Черный сюртук слегка перетек в черный плащ. Под ним была белая рубашка, черный жилет и небрежный галстук бабочка. Брюки того же цвета были такими же прямыми, закрывая блестящие черные ботинки. Мужская одежда была не такой сложной, как женская, однако небольшая смена пальто уже изменила настроение Люсиена. Раньше он был тихим и даже консервативным человеком, но сейчас у него появилась дополнительная страсть и уверенность, что делало его еще более привлекательным. Надев монокль, Люсиен расчесал челку, позволив ей прикрыть правую сторону лба. После того, как он привел себя в порядок, Люсиен нахмурился, увидев, что его волосы достигли ушей, чувствуя, что он недостаточно мужествен. Он подумал про себя, может, мне коротко подстричься и отрастить усы? Эта мысль только что пришла ему в голову, когда Люсиен кое-что понял. Это должно быть не то, что предпочитает Наташа, весело сказал он сам себе. Если я превращусь в мужественного мужчину, то достигну только противоположного своей цели. Люсиен повернулся, починил посуду с помощью магии и положил ее в сумку для хранения, которая была вручена ему после того, как он стал колдуном высшего ранга. Внезапно он щелкнул пальцами и воскликнул, чуть не забыл. Затем он поспешил взять мятную конфету со стола в гостиной и бросил ее в рот. «Держи рот свежим», — сказал Люсиен с улыбкой, а затем стукнул кулаком по своему отражению в зеркале. «Продолжай в том же духе». Наташа была очень довольна своим внешним видом и почти не красилась. Она просто изменила прическу, чтобы сделать свои длинные волосы еще более соблазнительными. Закончив, как обычно, собирать одежду, она достала из сумки несколько конфет разного вкуса. Какой вкус будет лучше? Наташа на мгновение заколебалась. Учитывая предпочтение Люсиена, она выбрала сладкий фиолетовый сахар и положила его в рот. После того, как все было готово, Наташа уже собиралась уйти и начать свои поиски, как вдруг вспомнила кое-что из давних времен. Сильвия упомянула, что Люсиен смотрел на ее ноги и шелковые чулки, как волк, с того момента, как увидел ее. Хм, хотя Люсиен объяснил, что это потому, что он не ожидал увидеть такой побочный продукт алхимии, я скорее поверю, что ему это нравится, чем пойду туда неподготовленной. В конце концов, он определенно не испытывает неприязни к ней. Снова прошептав что-то, Наташа открыла шкаф и выбрала пару черных шелковых чулок и подвязки того же цвета, что и ее одежда. Сидя на диване, Наташа вынула правую ногу из черной туфли и положила ее на стол. Ее ступня была немного маленькой по сравнению с ее ростом. Она была изящной и пухлой, а пальцы на ногах длинными и симпатичными. На ее ногтях тоже не было никакого грязного зелья, которое излучало здоровый и привлекательный розовый цвет, как пять расплывчатых роз. Когда она закатала тонкие шелковые чулки и прикрыла ими кончик ступни, туманная чернота постепенно окутала ее кожу и окутала длинную прямую правую ногу. Покончив с обеими ногами, Наташа надела подвязки и снова встала. Она натянула платье и посмотрела на результат. Ее ноги под черными шелковыми чулками были темными и невероятно соблазнительными. Очень хорошо быть лучезарным рыцарем. Мои ноги, которые раньше были слишком твердыми, теперь идеальны. Ха-ха, без малейшего смущения похвалила себя Наташа. Затем она посмотрела на красивую девушку в зеркале. Какая-то тревога и беспокойство отразились на ее лице. Однако ее решимость быстро развеяла эти чувства. Наташа стиснула правую руку и сказала себе в зеркало. Наташа, ты можешь это сделать. Люсиин с улыбкой вышел из гостиной и с некоторым беспокойством подошел к лифту башни магов. Войдя в лифт, Люсиин огляделся и увидев за огромным окном сад о чем-то задумался. Вот дерьмо. Я не готовил никаких цветов. Я забыл такую важную вещь. Посмотрев на часы, Люсиин понял, что у него почти нет времени искать цветы в другом месте. Поэтому он сосредоточил свое внимание на собственном саду. Ну, я могу утверждать, что растил и ухаживал за этим цветником в течение многих лет. Это определенно покажет мою искренность. Успокоившись, Люсиин вышел из лифта и вылетел в окно. Без малейшего колебания он выбрал фиалку, которая произвела на Наташу неизгладимое впечатление. К счастью, сезон цветения еще не закончился, иначе мне пришлось бы заставить их цвести с помощью магии. Люсиин не знал Наташиных предпочтений на цветы и поэтому просто сорвал 11 из них. Не имея времени думать, забыл ли он что-нибудь еще, Люсиин снова почистил свою одежду и вышел из башни магов, но Спринт, Катрина, Анник и другие ученики остановили его. «Учитель, куда вы идете? Разве сегодня не ваш день рождения? Мы планируем отпраздновать это вместе с вами», с восторгом и удивлением спросила Хайди. Почему ее учитель сегодня показался ей таким странным? Он даже изменил свой стиль. Люсиин тоже не ожидал столкнуться с ними. «Я собираюсь встретиться с другом», — сказал он довольно неловко. «Ты можешь прийти завтра вечером». Хайди, Анник и Спринт собирались спросить, кто это был, но их остановили Челли, Лирия и Катрина соответственно. Три девушки сдержали смех и сказали, «В таком случае, мы не будем больше задерживать вас, учитель». Именно этого и добивался Люсиин. Он поспешил уехать на повозке. «Почему ты не дал мне спросить?» Хайди в замешательстве посмотрела на девочек, Челли, которая была самой опытной из всех, улыбнулась. «Разве ты не заметила, что пришла весна учителя, а?» Спринт, Анник и другие холостяки все еще пребывали в недоумении. Добравшись на повозке до башин магов холма, Наташа вместе с Камил серьезно вошла в предыдущую гостевую комнату и в спешке встретила многих членов королевской семьи. Затем она глубоко вздохнула и сказала Камил, «Тетя Камил, я ухожу. Не превращай это в битву. Не принимай близко к сердцу». Видя, какой властной и величественной была Наташа, Камил поспешила попросить ее быть нежной, окей. Наташа кивнула, понимая, что слишком увлеклась этим вопросом. Она небрежно улыбнулась, подошла к кабинету Люсиина на том же этаже и постучала в дверь. Не дожидаясь ответа, дверь открылась. Глаза Наташи тут же засияли, она редко видела. Люсиина в таком стиле, а свежесть всегда означала неизвестность, что еще больше усиливало его очарование. Люсиин же, напротив, был ошеломлен. Он никогда не видел такой великолепной Наташи, которая была бы полна женственности. Наташа была очень довольна реакцией Люсиина. Она улыбнулась. «Ты что, не впускаешь меня?» Люсиин снова пришел в себя. Он посторонился и показал комнату. В кабинете слева была комната с кроватью, справа библиотека, а посередине гостиная с пианино в углу и круглым столом в центре. На столе стояли подносы с уникальной, тщательно украшенной едой и две свечи. По мере того, как тусклый свет свечей мерцал, туманная и романтическая атмосфера накапливалась. Наташа, которая часто обедала при свечах, никогда не думала, что такие незначительные перемены могут сделать обычную обстановку такой очаровательной. Люсиин подвел ее к столу, придвинул стул и предложил даме сесть первой. Затем он достал шампанское, которое хранилось во льду. Налив каждому по полстакана, он вернулся на свое место напротив. «Зная тебя почти восемь лет, я наконец-то могу отпраздновать с тобой свой день рождения», — сказал Люсиин и поднял бокал с вином. «Прежде всего, я направлю тему на те значимые вещи, которые мы пережили вместе, чтобы Наташа была эмоционально спокойно, затем я буду играть на пианино и создавать атмосферу, насколько это возможно. После этого я смогу приступить к делу». Наташа подняла стакан и посмотрела на Люсиина. «Как быстро летит время», — улыбнулась она. «Тебе сейчас тоже двадцать пять. С днем рождения, Люсиин». Чокнувшись, они оба пригубили шампанское. Люсиин воспользовался случаем, чтобы обдумать свой план. С теплой улыбкой он собирался направить разговор в нужное русло. В этот момент, однако, Наташа встала и сказала с улыбкой. «У меня есть для тебя подарок». «Какой подарок?» Наблюдая, как Наташа грациозно идет к нему, Люсиин поспешил вспомнить другую часть своего плана, которая определяла его реакцию и направление после того, как он получил ее подарок на день рождения. Когда он почувствовал смутный аромат, Люсиин открыл рот, чтобы выразить свое восхищение подарком Наташи. Но вдруг Люсиин увидел, что Наташа наклонилась и взяла его правой рукой за подбородок. Что происходит? Люсиин был ошеломлен. Потом он почувствовал, что алые губы Наташи прижались к его губам, что ее свежий и гладкий язык раскрыл ему зубы и с милой улыбкой фиалки воткнулся в них, ища партнера для танца. Что происходит? Люсиин понял, что все его планы, похоже, не соответствуют реальным обстоятельствам. Он подсознательно обнял Наташу в ответ, позволяя их языкам танцевать вместе. После долгого поцелуя Наташа отпустила его губы. С пленительными губами и затуманенными глазами она посмотрела на Люсиина, который все еще недоумевал, что происходит, и сказала слегка охрипшим голосом. «Тебе нравится мой подарок на день рождения, путь рыцаря? Тебе нравится мой подарок на день рождения?» Голос Наташи был слегка хриплым. Она попыталась притвориться, что ей все равно, но ее сердце все еще билось быстрее, чем обычно, как будто тревога глубоко внутри ее сердца распространялась наружу. Нравится ли это Люсину? Примет ли он это? Несмотря на то, что она была королевой и храбрым рыцарем, ей было трудно сохранять спокойствие, и она не была так уверена в себе, как казалось. «Даже если он откажет мне, я не сдамся. Когда-нибудь я обязательно его завоюю». Наташа приняла решение и подбодрила себя мыслью, что одна неудача вполне приемлема. Внезапно она почувствовала, что кто-то положил руку ей на талию и спину, и услышала низкий голос Люсина. «Очень нравится, но...» Рука на ее спине внезапно сильно сжалась. Застегнутая врасплох, Наташа наклонилась к Люсину и увидела его глаза, в которых бушевала буря. Но этого недостаточно. «А...» Наташа не поняла, что он имел в виду, когда Люсин уже закрыл ей рот. Она почувствовала, как его обжигающее дыхание распаляло ее все больше. Люсин разомкнул ее губы, и язык решительно проник в ее рот. Он пришел в дикое неистовство, ища смелого и открытого партнера. «Ну и что?» Наташа, казалось, что-то поняла. Она закрыла глаза от восторга и возбуждения. Полумрак перед ее глазами, казалось, был полностью освещен. Люсин целовался особенно страстно, чтобы выразить свои давно сдерживаемые чувства, но ему все еще было более или менее не по себе. Может, это просто подарок на день рождения? Означало ли это что-нибудь еще? Неужели он ошибся? Беспокойство, ожидание, тревога. Все смешалось и сварилось в котле неописуемых чувств. Люсин замедлил шаг и подождал, пока Наташа даст утвердительный ответ. Внезапно Люсин почувствовал, что свежий и гладкий язык переплелся с его собственным. Это было так сильно и так сладко, что он даже пытался протолкнуться обратно в его собственный рот. Тем временем две руки держали его голову. Бум! Люсин почувствовал, как перед его глазами расцветает фейерверк. Наташа явно дала свой ответ. Их поцелуй постепенно становился все более страстным. И кто знает, как долго это длилось. Люсин хотел что-то сказать, но Наташа, лицо которой покраснело, радостно воскликнула. Люсин, ты вкуснее, чем я думала. Ее розовый язычок быстро и ловко облизал губы. Люсин тут же смутился. Все было именно так, как и ожидалось от Наташи. Однако именно поэтому она ему и нравилась. Наташа тяжело дышала. Преодолев свое ментальное сопротивление, я поняла, что влюбился в тебя давным-давно. Нет, Люсин. Я хочу тебе торжественно сказать. Ее серебристо-фиолетовые глаза стали серьезными. Что я люблю тебя. Надеюсь, мы сможем попробовать жить вместе. Я хочу разделить с тобой свою оставшуюся жизнь, пока смерть не разлучит нас. Как девушка с достаточным романтическим опытом, Наташа прекрасно понимала, что признаться в любви можно только тогда, когда два человека хорошо знают друг друга. Признаться в любви незнакомому человеку, которого едва знаешь, было бы просто ужасом, и если бы это предложение приняли, то это значило бы, что это либо страсть, либо холодный расчет. Люсин вдруг почувствовал, что план свиданий, который он с таким трудом составил, был пустой тратой времени, потому что он оказался бесполезным прежде, чем у него появился шанс использовать его. Даже признание в любви было сделано Наташей, однако сейчас было не время беспокоиться об этом. Люсин тепло посмотрел в глаза Наташи и постарался, чтобы его голос не дрожал от восторга. Наташа, я тоже тебя люблю. С тех пор, как я не знаю когда. Мне хорошо с тобой. По возвращении Вальта я понял, чего хочу. В течение последних лет я пытался приблизиться к тебе и сблизиться. И я тоже хочу провести с тобой остаток жизни. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Всегда помня, что те, кто встречается не для того, чтобы жениться, негодяй, Люсин выразил свои серьезные намерения. Наташа изобразила ослепительную улыбку. Это было лучшее чувство в мире, что тот, кого ты любишь, любит тебя в ответ. Казалось, она устала держать спину согнутой. Поэтому она спустилась, положив руки на плечо Люсина и села прямо на его ноги. Потом ее лицо приняло довольно странное выражение. Люсин поспешил объяснить в замешательстве. Это это нормальная реакция. Дерьмо. Романтическая атмосфера была слегка нарушена. Наташа сразу поняла, что происходит. Она слегка повернулась к нему спиной и, как и ожидала, увидела смешное лицо Люсина. Затем она наклонила голову и соблазнительно заговорила рядом с ухом Люсина. «Большой Иван Люсина, да». Покраснев, Люсин не знал, что ответить. Наташа открыла рот и пососала мочку уха Люсина, позволив онеменею распространиться по всему телу. Затем она отпустила его и усмехнулась. «Мне нравится твоя реакция. Не надо стесняться». Более чем смущенный, Люсин повернул голову и тоже нежно пососал светлое ухо Наташи. Вопреки своему ожиданию, он увидел, что ее тело дрожит, а от шеи к щекам поднимается румянец. «Было ли это ее чувствительным местом? Мне тоже нравится, когда ты это делаешь». С затуманенными, как туман, глазами Наташа говорила прямо. Потом она спросила любопытно и радостно. «Ты сказал, что влюбился в меня и пытался сблизиться со мной много лет назад. Почему я ничего не чувствовала? Я боялся, что тебе нравятся только девушки. Итак, я пытался построить свои отношения с тобой и изменить тебя», — честно ответил Люсин. Наташа улыбнулась и, казалось, растрогалась. «Люсин, я все еще увлекаюсь девушками, но ты единственное исключение. Несмотря на твой пол, я не чувствую себя некомфортно при физическом контакте с тобой». Говоря это, она повернула свою талию, чтобы еще больше доказать то, что сказала, от чего Люсину стало еще более неловко, хе-хе, так как ты пытался наладить наши отношения. Ты, должно быть, планировала ужин в честь дня рождения, не так ли? Ты бы сделал это, если бы я не призналась? Наташа, казалось, наслаждалась самообладанием Люсина и продолжала медленно, но неуклонно двигать талией, да. Я составил целый план, который включал в себя приготовление пищи, предметное руководство, игру на пианино, признание в любви и все остальное. Просто покорно признался Люсин. Наташа была ошеломлена. Это был просто случайный вопрос, и она не ожидала, что у Люсина есть план. Поэтому она спросила о подробностях с большим интересом. Теперь, когда он случайно выпалил это, у Люсина не было другого выбора, кроме как представить весь свой план. В конце концов он сказал, как оказалось, этот план абсолютно бесполезен. Наташа расхохоталась. Это так на тебя похоже. Как весело. Ее голос внезапно оборвался, когда она рассмеялась. Ее глаза стали глубокими и глубокими, когда она хрипло сказала, но мне нравится. Мне это очень нравится. Люсин почувствовал, что дыхание Наташи становится все горячее. Глядя ей в глаза, он понимал ее счастье. Хотя он никогда раньше не сталкивался с подобными ситуациями, он вдруг почувствовал, что этот план не совсем бесполезен. Хотя содержание плана так и не было введено в действие, сам план понравился Наташе. Люсин сразу же почувствовал себя счастливым, но это вскоре было нарушено заявлением Наташи. Люсин, давай заведем ребенка. Наташа, похоже, не привыкла к эмоциям, потому не сдерживалась. Люсин чуть не потерял сознание. Не слишком ли быстро все происходит? Не чувствуя ничего плохого, Наташа радостно продолжила. Я планировала сделать ребенка с помощью искусственного оплодотворения, о котором ты упомянули в своей работе. Впрочем, сейчас такие хлопоты излишни. Мы можем сделать все более традиционно. Ха-ха. Люсин снова смутился. Наташа, тебе не кажется, что ты испортила всю романтику? Наташа наконец поняла это. Она с сожалением сказала. Ой, точно, но вскоре она почувствовала себя легче. Она посмотрела на Люсин с улыбкой. На самом деле, я думаю, что эта атмосфера наиболее подходит для тебя. Ты так не думаешь? Согласен. Это облегчение без всякого давления. Честно ответил Люсин. Люсин, я действительно надеюсь, что когда-нибудь мы сможем открыто быть вместе, и что наши дети смогут расти под благословением своих родителей. Да, это идея, в которой я уверена, и цель, к которой я буду стремиться. Защита это чувство от настоящего господа в глубине моего сердца. Она есть и будет всегда, и ничто другое ее не поколеблет. Ее глаза были ясными и твердыми, как будто она нашла свой путь, чтобы идти дальше. Я тоже. Я надеюсь, что наши дети смогут вырасти в полноценной семье, когда супруги вместе, им легко фантазировать о будущем. Люсин, не будучи исключением, тоже улыбнулся. Наташа усмехнулась. Но прежде всего нам нужно завести ребенка. Мы можем решить это позже. Ответил Люсин с улыбкой. Наташа, однако, снова пошевелила талией. Неужели? Твой большой Иван, кажется, предполагает обратное. Я хочу заняться этим вопросом прямо сейчас. Вместо того, чтобы ждать ответа Люсина, Наташа села прямо, опираясь только на спину, и схватила Люсина за руки. Наташа. Люсин с трудом поспевал за развитием событий. Едва он закончил свою фразу, как почувствовал, что его правая рука под руководством Наташи коснулась соска ее высокой груди. Тебе это нравится? Голос Наташи стал еще более хриплым, как будто она тоже была очарована. Кровь прилила к его голове, и Люсин не смог удержаться, чтобы не кивнуть. Затем его левая рука потянулась к Наташи сквозь слои одежды и коснулась ее гладкой, упругой кожи. Тебе это нравится? Наташа наклонилась к Люсину и снова спросила хрипло и сексуально. Очень. Люсин чувствовал, что его больше нельзя назвать человеком, если он будет сдерживать себя. Лаская ее обеими руками, он сказал, пойдем в спальню. Давай сделаем это прямо здесь, на столе, на коврике или на стуле. Усмехнулась Наташа и ее голос был полон бесконечного очарования. Люсин чувствовал, что первое время лучше всего проводить в постели. Поэтому он попытался забрать Наташу. Но внезапно он почувствовал, как слегка холодная рука зарылась в его одежду и скользнула вниз от груди, пока не схватила его член. Не могу дождаться, когда попробую твои тебя. Серебристо-фиолетовые глаза Наташи увлажнились, когда она снова поцеловала Люсина в губы время философии. В спальне было темно. Постель была в беспорядке, а комнату наполнял аромат, от которого щеки слегка краснили. Держа Наташу на руках, Люсин прислонился к спинке кровати и глубоко задумался. После наслаждения чудесным ощущением, когда их тела и души сливались воедино, он вдруг сильно вырос и, казалось, стал психологически зрелым человеком всего за несколько часов. На его плечи легла тяжелая ответственность. С сегодняшнего дня он больше не будет один. Люсин. У него был партнер и, возможно, несколько прекрасных новых жизней в будущем, с которыми он будет ходить вместе до конца своей жизни. Поэтому Люсин стал пересматривать свои жизненные цели и корректировать свой план, пытаясь придумать, как быть вместе с Наташей открыто. Судя по архивам в библиотеке, это действительно философское время человека после такого поступка. Подумав так, Люсин посмеялся над собой. Такие тяжелые темы никогда раньше не приходили ему в голову. Когда его взгляд переместился на ковер в спальне и на порог, глаза Люсина увидели разбросанную повсюду одежду. Черное платье было разорвано Бог знает на сколько частей их совместными усилиями. Лежа на полу, они обрисовали позорную сцену со множеством подозрительных следов вокруг. Глядя на это, чувствуя под правой рукой гладкую и упругую кожу, вдыхая сладкий аромат, смешанный со странным запахом, Люсин вдруг почувствовал жар, и его либидо снова всплыло. Его правая рука сжалась чуть сильнее. Ляск, ляск, ляск. В этот момент эхом отозвался колокол церкви сияния, возвещая, что уже два пье число. На благоухающем ветру Люсина снова поцеловали. Сильный и сладкий язык мягко разделил его зубы и переплелся с его собственными. Поцелуй не был страстным, но наполненным теплом. Они чувствовали и пробовали друг друга на вкус, не упуская ни одного уголка. Спустя долгое время их губы наконец разошлись. «С днем рождения, мой рыцарь», сказала Наташа со слепительной улыбкой и мечтательными глазами. Люсин снова обнял ее и подарил еще один долгий поцелуй. Потом он улыбнулся. «Ты не спала?» Наташа пошевелилась и наклонилась к Люсину, прежде чем задумчиво произнести. «Я обдумывала свой жизненный путь. Я планирую разобраться в своей путанице в вере. Я также думаю о том, что я должна сделать, чтобы изменить холм, чтобы мы могли быть вместе открыто. Это будет долгий и трудный путь, но я не сдамся». Люсин не смог сдержать улыбки. Неужели Наташа тоже вошла в философское состояние? Все было именно так, как и ожидалось от ее величества. Подумав об этом, Люсин повернулся к Наташе, но обнаружил, что тонкое белое бархатное одеяло соскользнуло во время ее предыдущего движения, открывая грациозные изгибы. Крошечная красная точка внизу заставила Люсина покраснеть и снова тяжело дышать. Он бессознательно отвернулся, чтобы не видеть этого чудесного зрелища. «Тебе не нравится?» Как могла Наташа игнорировать аномалию Люсина? Она усмехнулась и рассмеялась над его консерватизмом. Затем ее взгляд скользнул мимо тела Люсина и остановился на разорванной одежде на ковре. «Недавно ты был совсем не таким. Ты был свиреп, как зверь, и разорвал мое платье в клочья». Люсин попытался оправдаться. «Это ты его разорвала?» «Неужели?» Наташа наклонилась к Люсину и сказала с улыбкой «Ах, да», вспомнила. «Кто-то не мог развязать платье и забыл использовать магию. Поэтому из любви к нему я сама порвала платье. Люсин, ты предпочитаешь это объяснение или то, где ты был свиреп, как зверь?» Люсину нечем было себя защитить. Поэтому он мог только мрачно ответить. «Я предпочитаю первое». Наташа улыбнулась и похвалила его. «Впрочем, ты и впрямь был хорош. Сначала ты казался довольно незрелым, но во второй раз ты был довольно опытным и взял инициативу в свои руки. Было довольно приятно наслаждаться, ничего не делая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова